при школьном участке задачи 1 проанализировать изучить литературу по теме исследования 2 определить метод исследования 3 выявить и обобщить на основе анализа определенных опытов физико-химических свойств почвы четвертое определить пригодность пригодность почвы для выращивания пригодность выращивания овощных культур метод исследования наблюдение химический эксперимент между исследования свойств почвы свойств почвы механический состав грунтовые воды и влажность почва кислотность почвы плодородие почвы метод исследования сухой метод мокрый метод бьерна антикосе abit kasi и бин антикосе способ исследование соотношения песка и глины сжимания в руки образца почвы, лак, муссовая бумага, свет почвы, лабораторные опыты. И результат исследования свойств почвы показан в таблице номер 2. Приготовление водной вытяжки почвы. Возьмем 25 грамм почвы, шательные растираем в фарфоровые чашки, переносим в колбую емкость 200 мл и переливаем 500 мл дистиллированной воды. Содерживаем колбу, шательный сбалтываем и даем остаться в течение 5-10 минут, а затем после кратковременного сбалтывания отфильтруем в колбу на 100 мл через плотный фильтр. При фильтровании стараемся всю почву перенести на фильтр. Если при фильтровании водной вытяжки получится мутный фильтрат, повторим через тот же фильтр с почвой. Сравнение качества состава образца номер 1 и номер 2. Номер 1 – это почва из теплицы, а номер 2 – из участка школы. Заключение. Таким образом, почва номер 1 и почва номер 2 отличаются по составу и качеству. Рекомендации. Кислую почву из теплицы необходимо известковать. Почву из пришкольного участка необходимо удобрить в первую очередь органическими удобрениями, также комплексными минеральными удобрениями. Вывод. В ходе исследования работы мы пришли к следующим выводам. Первое. Изучена научная специальная литература, собрана медиа информация о почве, агрохимических методах исследования. Второе. Освоены агрохимические методы исследования почвы. Третье. Проведен физико-химический анализ почвы. Четвертое. Определенность пригодности для выращивания овощных культур. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, в чем заключается физико-химическое исследование почвы? Все-таки. Еще раз скажите. Физико-химический анализ – это система путем построения и геометрического анализа диаграмм. Узечение… Узечение… Саина, вы своими словами рассказывайте, не ждите там подсказок. Скажите, что вы конкретно делали? Мы изучили о том, что можно ли что-нибудь выращивать в школьном участке или… Нет, ну это понятно, что можно ли выращивать. Вас конкретно спросили про физико-химические методы анализа. Вот по четвертому слайду, мне кажется, надо ей рассказать. Там есть, да, большая таблица. Вот, 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 видишь, какие свойства? Вот, например, механический состав, это свойства. Вот как ты определяла соотношение песка и глины? Как ты находила? То, пошло, растворяем в воде, глина растворяется в воде, а песок остается. Так, ну вот, и смотрела, чего больше, чего меньше, да, или как? Да. Так, вот, например, кислотность почвы, как ты определяла? Это какое свойство? Физическое или химическое? Кислотность, химическое. Так, вот написано биоиндикация. Вот как ты определяла эту кислотность? Биоиндикация, кислотность почвы лакмусовой бумагой. Так, куда ты, что ты делала с этой бумагой? Расскажи поподробнее. Сперва добавляем колбу в почву и воду, а потом там опускаем лакмусовой бумагой и видим, какой у нее свет. Так, и что ты заметила? Где какая? У тебя же два образца было, где что было, в какой почве? Номер один – это теплица, номер два – школьный участок. Так, там какая среда? Что лакмусовая покраснела или синяя, и там какая осталась она? Результат-то какой у тебя получился? А, вот тут у тебя написано, тип, аж среды, пять кислые, да? Вот внизу-то написано результаты. Вот это надо было поподробнее рассказать-то. Ну ладно, все-таки громко заявлено, а на самом деле… Там еще есть таблица, вот где большая она такая, да? Давайте посмотрим. Вот она, да. Ну как будто не эта, другая еще какая-то была. Еще, да? Еще есть? Все на этом кончилось? А вот к той таблице можно вернуться, к которой вот ты забраковал? Повыше. Шестой слайд. Шестой. Вот. Ионы хлора, так. Ионы хлора чем определяло? Так, вот хлорид ионы. Как определяло присутствие хлоридных ионов? Свет становится немного темнее. Но каким реактивом, каким веществом, что добавляло? Вот видишь, нитратный ион ты как определяла, добавляла дефиниоламин, да? Раствор окрашивается синий цвет, значит, присутствует. А вот как, например, ты хлоридный, каким вот веществом, что ты добавляла? Какое раствор, какое вещество? Качественная реакция на хлорид ион. Ну или на сульфат, и тогда уж. Какой реактив добавляла, чтобы определить сульфат иона или хлорид иона? Так, затрудняется человек. То ли забыл, то ли часам геалов. Хлоридные и сульфатные ионы совершенно в школе как слабо качественные реакции. Это же Айбелин сказал. Так, есть еще вопросы? А там шипение, бурное выделение оксида углерода. Почему шипит, когда выделяется? Что там? Такой реактив был опять. Так, ну ладно. Саина, вы идете в химическую секцию, такая таблица, ты могла ее все расписать, совсем другой вид был бы уработан. Да. Ну, если нет вопросов, то спасибо, и переходим к следующему докладу. Так, кто там следующий? Я. Я. Да, давай. Я. Кузьмина Карина. Угу. Николаева, пожалуйста, остановите демонстрацию. Спасибо. Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Кузьмина Карина, я ученица 9 класса Туркальской школы Татинского улуса. Тема моей исследовательской работы – получение натуральной красоты и растительного сырья. Актуальность. В настоящее время данная тема остается актуальной, так как наблюдается возрождение и стойка нарастания интереса к природным красителям. Главный аргумент в пользу возврата к природным красителям – это их безопасное косоединение с синтезированной самой природой, особенно тех, кто думает о своем здоровье и состоянии окружающей среды. Цель – получение краски из различных серых теней и изучение возможностей использования натуральных красок. Задача. Во-первых, подобрать литературу по данной теме, сбор части растений для опыта, изучение методикой исследования, получение натуральных красок из растительного сырья, применить полученную краску для окрашивания бумагой, токаней, древесины, экспериментировать и исследовать натуральные краски, сделать выводы на основные результаты наблюдения. Объект исследует различные растительные материалы, предметы использования и изготовления краски из растений, использование производствующихся окрестностей с силатору кеолитатинского луса. Если изучить свойства окрашивания различных растительных материалов, то из них можно получить натуральные краски. Наверное, используя натуральные краски, можно найти применение для выкрашивания древесины, покрытия и тканей одежды для людей, страдающих аллергией, а также для творчества и исполнения детей. Предназначение краски – окраски предметов создания рисунков и росписей, получения декоративных покрытий, защита окрашивания поверхности краски защищает металл от ржачи, на древесину, от высыхания и гниения. Это во время приготовления натуральных красок. Методика исследования при получении краски из растений используем методику, разработанную кандидатом педагогических наук, профессором Якулского государственного университета Максима Кировича Амасова-Дремития Николаевича Масовостока. Первое. Краски из листьев растений. Для этого мы собрали сухие листья, брусники, восточные зеленые и летние, осенние желтые листья, березы плосколесные. Помесили 50 грамм сухих листьев в фарфоровую чашку, добавили 150 миллилитров цилированной воды. Кипятили в течение 15-20 минут, отжали листы на массу, отвар кипятили на водяную баню до густоты. Окрасили полученную краску, ткань бумагу, древесину бумагу. Краску хранить, являя, просто дисплотно закрытой крышкой. Второе. Краски из ягод. Для этого мы собрали сухие грамм ягодов в плоду, брусники, восточные зеленые, смородины, рыбины, обыкновенные шиповники и глистово. Помесили сухие грамм ягодов в фарфоровую ступку и железных сок. В полученный сок добавили 5 грамм в кустов и 10 грамм потешая смесь, нагревали в фарфорной чашке до каждого образа состояния. Полученную густую массу просушили, полученную краску долгой хранящей глянной посуде. Третье. Получение краски из корей шишек деревьев. Для этого мы собрали кору березы, плосколесные листья ницедорской шишки ели аянского. В колбу положили мелко нарезанную кору или шишку капители 10-15 минут, добавили поташ, профильтровали. Четвертое. Получение краски из лишайника. Для этого мы собрали 50 грамм слоевища лишайника ладони лесной. Измельчили, высушили лишайник, добавили к исходному материалу раствор ядкого калия, пучевой соды, смесь, болтали, отфильтровали полученную жидкость. Протравы. В качестве протравы применили, например, природные косы. Действие протравы заключается в том, что они образуются с красящими веществами и с вторыми цветами, цветное соединение, которое дает окраску более устойчивых свет и соответствующих свет. В данной работе в качестве протравы применили железный купорус. Результаты исследования. С 2018 до 2020 годами нам предведена сбор части растений. Получили 11 натуральных красок по методику асокостока. Полученные натуральные краски в качестве эксперимента применили для окрашивания выбросов бумаги ткань древесины. В ходе исследований мы увидели, что цветокрашиваемые материалы меняются при окрашивании бумаги ткань древесины. Цветокрашиваемых материалов мы увидели по таблице на колорометре на колор-шан. Вот, например, вы видите в таблице цветокраски на образцах. Первое. Например, брусники восточных плоды. Цветокраски на бумаге, цветокоричневый, цветы в ткань зеленый-бежевый, в дереве синее графитно-черный и так далее. Чтобы проверить влияние климатических условий на наших образцах, мы разместили осенью 2018 года под открытым небом на территории школы. Весной 2019 года выяснили, что климатических факторов окружающей среды выдержали три образца. Это краски из плодов черной смородины, из плодов шиповника и блеста, и листья брусники. И таким образом мы сделали сравнительное отличие природных красок от синтетических. Природные натуральные краски отличаются тем, именно бледные, не яркие цветами. Медленно высыхают. В качестве протравы добавляются квасы, потаж. Квасы используются как пищевая добавка, потаж или карбонат, токалия – это тоже пищевые добавки. А в синтетических искусственных красках имеют яркие цвета, высыхают, быстрые оттворы отстанта улан-хлалок. Для эксперимента были в детском саду НБУ, где всеми детьми на практике использованы наши натуральные краски. Вот, например, рисунки детей. Таким образом мы сделали следующие выводы. Во-первых, из частей растений, которые встречаются в нашем местности, можно получить природные натуральные краски. Во-вторых, в отличие от искусственной, природные краски являются экологически чистыми, так как для их получения можно использовать растительные материалы. В-третьих, применение природных красок можно получить в домашних условиях. В условиях, ими легко окрашивать токан, древесинные изделия и можно сделать различные рисунки. Все? Зависла. На бумаге. Четвертые посетители. Можно получить краску для творческого исполнения детей. У меня все спасибо за внимание. Ага, спасибо большое. Мы уже прочитали во время вашего зависания выводы и сами мы прочли. Так, пожалуйста, вопросы. Вы же... Да, пожалуйста. А что именно влияет на изменение окраски на разных материалах? Это про траву, которая... Про траву у вас была одна и та же, как я поняла, квасцы вы только используете. А вот на разных материалах у вас разные... Это свойства растений. А? Это свойства растений. Нет, но растения у вас одни и те же были. На разных объектах у вас разное окрашивание было. На древесине, черный, вот брусниковый там описывали. Да, на бумаге, другое. На бумаге, желтый, на чем-то еще, еще какой-то коричневый, а на дереве черный. Почему? От чего это зависит? Это свойства растений, пигмента в разных образцах. Ну, на бумаге оно ложится чуть ли по-другому, а в токане тоже по-другому. И в древесине тоже по-другому. Ну, это вам понятно, почему по-другому? Значит, прозрачность важна в разных материалах. В каком-то материале он более прозрачный, в каком-то более плотный цвет, да? Да. Окей. Ну и потом хорошо, что дети в саду, в детском садике, маленькие дети, применяли природные окраски. Да. Дети, они любят все яркое, а у вас симпатичные такие листочки, грибочки. Хорошо дети рисуют в детском саду. Ну, цвет везде такой бледно-коричневый какой-то, да? Беж и коричневый. Да, пурпура я тут не вижу. Вот. И, ну, хорошо это или плохо? Вот как добиться других оттенков? Ну, еще нужно, ну... Так, давай-давай-давай, думай. Карина. Тем более вы эту работу ведете уже в течение нескольких лет, как я поняла, да? Вы же выступали уже на шаге в будущем с природными красителями? Карина, выступала или нет? Или это другие были? А? В Улусной выступала. В Улусной? Да. В этом году, да? Нет, я помню, что были у нас тоже работы, не помню, это из этой школы. Потому что другие были работы. Другие, да? Тема популярная вполне. Ну, и оправдана она, и интересная, и химическая такая тема. Вот. Ну, Карина, тут надо было, конечно же, еще продумать. Почему-то на основе, так вот, хорошее сделали вы испытания климатические. Интересно, как влиял бы, если бы вы синтетическими красками покрасили? Как наша зима или низкие температуры повлияли бы на синтетические окраски и сравнили бы с натуральными. Есть вопросы, Карине? Нет, нет. Если нет, то спасибо. Следующий доклад, пожалуйста. Спасибо. Не устроив. Не устроив. Так, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Устроич Ускан. Я ученик 11-й класса, Чмарский СО Штатинского Луса. Тема моей работы – это исследование качества мяса и мясной продукции в школьной лаборатории. Проблема. В условиях рыночной экономики выпускается разнообразная пищевая продукция из мяса. При этом по разным причинам в торговлю может поступить некачественная продукция. Актуальность. Необходимы надежные и нетрудоемкие методы оценки качества мясной продукции. Цель исследования. Исследование качества мяса и мясной продукции в условиях школьной лаборатории. Задачи. Определить показатели качества мяса и мясной продукции по литературе. Физико-химические методы исследования качества мясной продукции. Выбрать методы исследования в условиях школьной лаборатории. Провести исследование качества мясной продукции в условиях школьной лаборатории. Сделать выводы по проделанной работе. Мы провели 9 физико-химических исследований. И первое исследование – это определение свежести мяса цветом и прозрачностью фильтрации экстракта. Берем 10 грамм мяса, настаиваем 100 млитров воды в течение 15 минут. Каждые 5 минут стрягиваем. У образца 2 появился серо-розовый цвет и испорченное мясо. Определение свежести мяса по его кислотности pH. Фильтруем через бумажный фильтр и определяем индикаторной бумагой. pH у образца 2 5,5 испорченное мясо. К определению свежести мяса по обнаружению фермента пересветных газов в трубах. Берем 2 мл фильтрата и 5 капель экспертного раствора гинзидина, стрягиваем в пробирки. Добавляем 2 капли перекиси водорода. У образцов 1, 2 и 4 исходная буроватая краска не изменяется. И свежее мясо. Обнаружить первичные продукты распада белков в мясо, фильтраты осаждением серно-кислой меди и уксусной кислотой. В пробирке наливаем 2 мл фильтрата и 5 капелек раствора медного губородца. У образцов 1 и 2 появляется моль мясо сомнительной свежести. Определение степени свежести мяса способа фильтраты и водной выдержки мяса. Скорость фильтраты замедляется при большом количестве продуктов разложения. За 5 минут более 50% настоя отперетровалось у образцов 3 и 4. Определение качества мяса с сожжением продуктов белкового обмена фармонидидом. У всех растворов появляется муть мяса здорового животного. Йода крахмальная проба не обнаруживает крахмал, муки и хлеба мясной паша нет. Анализ мяса из подсобно-хозяйственных контаминантов, сделанных в Татинском ветеринарной исследовательской лаборатории, отрицательны. Картные свиньи, гидотеи и гиснхлора не обнаружены. Вот результат исследования. По проделанной работе мы сделали такие выводы. По результатам лабораторных физико-химических исследований выявлено, что у образцов 1 и 4 свежее мясо, а в средствах не свежее мясо. Классификации мясной продукции не выявлено. Мясная продукция изготовлена из мяса здорового животного. Мясо безвредных веществ, безопасно для здоровья. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? А вот эти работы вы где проводили? В школьной лаборатории. Так, кто? Контаминанты. Что это такое? Контаминанты – это вредные вещества, которые есть в мясе, находятся в мясе. А вот у вас номер 2 не свежий, а контаминантов у него нет. Ну, мы это сделали выводы о среднестатистическом методе. Сомнительное все. Только с формалином хорошо было, а все остальное, в общем, все сомнительно. А почему не свежее это мясо? Что, где оно залежало, что ли? Сколько лежало? Где лежало? Ну, у нас в магазине продавался мясо, которое чуть-чуть вышло из срока. Это в какое время выбрали его? Осень, в прошлом году. Булуще лежало, что ли? В магазине. В магазинке? Я не понимаю. Я не вопрос отнесу. Вы рекомендации какие-то сделали магазину, почему они продают не свежее мясо? Довели до сведения руководства магазина? Ваши исследования. Я сказал Дарья Секануне, что вы продаете им свежее мясо. И они что? Сказали, что посмотрят, посмотрят. Примут к сведению, да? А вот там меня тоже здоровое животное или нездоровое, как это вы определили? Разве мясо можно из нездорового, если животное изначально было нездоровое, мясо это продавать? Ветеринарные стоили проходят? Обязательно должны же, перед тем, как поступили, или во время поступления, у них должны быть все сертификаты? Были у них сертификаты? Были сертификаты? И тем не менее, как вы определили, что животное было нездоровое? Можно ли верить этим результатам вашим? Ну, исследование показало, что мясо здоровое, здоровое животное. А, у всех здоровое? Да. А где-то я видела нездоровое. В каком-то... Нет, тут вот у них первым формальдегидом они определяли. Формальдегидом определяли, если заключили, что все растворы мутают, значит, животное здоровое. А что происходит при... Какая там реакция химическая? Почему раствор помутнел? Что там происходит? Что там происходит? Так, затрудняется, ладно. Есть еще вопросы? У меня есть. Да, пожалуйста. Если мясо разное, то PH тоже разный, да? Там цвет PH. Испорченное мясо. Испорченное мясо. Например, там мясо оленя и корова не отличается? Похоже, тут много слышно. Блин. Например, мясо оленя и корова. У них же... Ну, они испорченные, и, например, там цвет разный или одинаковый? Нет, это все одинаковое мясо. А если разное мясо? Ну... Может, разный. Мы просто сделали исследование говядины. А, окей. А шоколады PH в какую сторону больше? У испорченного мяса? В кислотную или в желчную? В кислотную. Окей, спасибо. В кислоте. 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 Моя тема – это физико-химическое исследование качества молока и молочной продукции в школьной лаборатории. Проблема отвечает для качества молока и молочной продукции различным производителям и требованиям потребителей. Актуальность. В наше время производилось очень много пищевой продукции, содержащие различные химические добавки, которые наносят вред здоровью. Целью исследования является анализ и оценка качества молока и молочной продукции, потребляемыми жителями села Чичмах. Новизна. Овладение новыми физико-химическими методами исследования качества молока для нас является новой формой деятельности. Эти методы стали бы полезными учащихся агропрофильных школ. Поставлены следующие задачи. Вот они. Исследуемые образцы. Первый и второй образец – сырое молоко из подсобного хозяйства. Третий образец – молоко День ООО «Млада». Четвертый образец – молоко Фермерское подводье ООО «Хладокомбинат». И пятый образец – молоко ООО «Млада». И с сентября в школьной лаборатории нами были проведены следующие исследования образцов продукции. Исследование первое – это определение чистоты молока. Исследование второе – определение плотности молока. Свежее молоко имеет некоторую кислотность из-за наличия в нем козеина. А со временем кислотность молока взрастает вследствие молочного обрежения лактозы и обращения молочной кислоты. Исследование третье – это определение свежести молока пробы на кипячение. Проводится кипячение в водяной бане, скишее молоко свораживается. Исследование четвертое – определение кислотности молока на алкогольной пробе. Проводится для возможности применения высокотемпературной обработки исследуемого образца. Метод основан на воздействии этилового спирта на белки молока, которые полностью или частично детонируются при смешивании равных объемов молока и спирта. Обнарушение молока финальятом железа. Желто-зеленое окрашивание говорит о скишем молоке. Определение кислоты тетриометрическим способом, нейтрализации 100 мл продукта. Определение содержания крахмала в молоке – это исследование седьмое. Исследование восьмое – определение содержания соды в молоке пробы на аспирин. Исследование девятое – пастеризация молока. Исследование восьмое – определение жирности молока проведено в лаборатории молокозавода. И результаты исследования по физико-химическим свойствам. Сырое молоко частных хозяйств отвечает требованиям федерального закона номер 87. Молочная продукция по чистоте и плотности также отвечает требованиям. Определение кислотности молока и молочной продукции алкогольной пробы фенолиатом железа и тетриометрическим способом выявило, что кислотность образцов в пределах нормы, то есть не выше 18 градусов Тернера. По результатам исследования методов реакции с фенолиатом железа выявлено, что качество пастеризации молока в продукции хорошие. Исследование состава молока и молочной продукции не выявило содержания соды и крахмала в изученных образцах. Жирность молока кислотным методом в условиях молокозавода выявила, что жирность сырого молока составляет 4,2%, это соответствует нормальной жирности и говорит, что молоко не разбавлено. Жирность молочной продукции кислотным методом в условиях молокозавода выявила, что жирность молочной продукции соответствует заявленной упаковке. Итак, в заключении. В ходе исследования мы изучили методы физико-химического анализа молока и молочной продукции, выбрали те методы, которые можно проводить в условиях неспециализированной школьной лаборатории. В целом поставлены задачи и цели выполнены. В перспективе хотим создавать методы микробиологических исследований, планируем научиться использовать качество сливочного масла и других продуктов в переработке молока. В школьной лаборатории не хватает специального оборудования и тема актуальна для изучения, так как качество пищевых продуктов зависит от здоровья человека. Спасибо за внимание. Можно вопрос? Даяна, вы определяли качество пастеризации. Да. И говорили, сказали, провели пастеризацию и пришли заключение, что молоко хорошее. А как вы, по какому признаку вы заключаете, что молоко с пастеризацией хорошее? Например, вот к 3 мл молока я добавила в десторованную воду и по каплям добавляю раствор 10% серной кислоты и там появляются хлопья казина, если молоко не пастеризовано. А, и этот фильтраль я опять же нагреваю до кипения, тогда вот казин это белок, который в молоке. А при пастеризации он что, разрушается? Да, и выходят они хлопьями. Но оно наглядно прям показывает, что молоко не пастеризовано. Понятно. А вот для чего вы младу анализировали? Какие-то результаты вы младе сделали? Красноярское молоко. А все, например, все образцы, которые я взяла, они, они все, ну, фальсификации в них не выявлено, то есть все они... Соответствуют. Да, соответствуют закон. Конечно, они же стандартам соответствуют. А вы хотели их разоблачить? Ну, что-то, да. Проверите. Проверите, понятно. У меня вопросов больше нет. Так, еще есть вопросы по молоку? Ну, я хотела уточнить содержание термина «новизна». Что вы под этим понимаете в своей работе? Я начала свою работу год назад. И, например, я там изучала органолепические качества молока. Мало было физико-химического именно. И здесь вот в этом я все, теперь у меня все физико-химическое. Это ваша новизна конкретная. Паша, вы впервые участвовали. А? Не слышно? Вы впервые в этом участвовали. А до вас это кто-то делал? Вы не в курсе там в школе, например? Я в прошлом году участвовала на «Республиканке». Ну, добавила методы. Как раз и рекомендовали добавить. Потому что в прошлом году у нее просто органолептический был. Запах там, вкус, цветность. Так, это какой класс у нас? 11 класс? 10. Еще есть фора. Есть еще вопросы? Если нет, то спасибо. Следующий доклад. Это ваше внимание. Спасибо. 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 Начинайте, наверное. Так, давайте. Василиша, не уснули вы там? Не слышит, что ли? Василиса, выступайте. Она не слышит, Акиллисина? Ну, пытается что-то включиться и что-то не может. Но это уже выставила презентацию. Василиса? Не слышно. Может, пока настраивают оборудование, а другого выслушают? Может быть. Следующий. Протопупова пока что разберитесь. Она не слушает. В чат надо написать. Вот она что-то ответила. Не слышно. Меня не слышно. Нет. Я начинаю. Сейчас напишите. А? Следующий часик. Буду, да, участвовать или нет? Да, давай. Разно? Угу. Сейчас. Здравствуйте, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Бетюнская Валерия. Я ученица 10 класса Покровской средней школы номер 1. Тема моего исследования – технология изготовления ароматической свечи из животного жира. Актуальность. В нашей обычной жизни ароматические свечи используют для того, чтобы как-то скрасить нашу повседневную жизнь. Но, как считают специалисты, химики и экологи, использование ароматических свечей может привести к ухудшению здоровья. Исходя из этого, мы решили изготовить ароматические свечи из экологически чистого сырья в домашних условиях. Объект исследования. Ароматические свечи. Предмет. Технология изготовления ароматической свечи из животного жира. Цель. Изготовить ароматические свечи из животного жира. Задача. Изучить литературу по теме исследования. Провести ангетирование. Изготовить свечи из животного жира. Взять сравнение парафиновой свечи и свечи из животного жира. Проанализировать полученные результаты. и сформулировать выводы. Методы – поисковый, ангетирование, эксперимент, сравнение, наблюдение и анализ. Парафин, из которого изготавливаются ароматические свечи, является продуктом нефтепереработки. Поэтому в процессе горения уже с первых минут парафинная свеча начинает выделять в окружающую среду огромное количество токсических веществ. Среди них бензол и талуол, которые вызывают развитие онкологии и астмы. Также фитиль, который изготавливает чаще из сенцового материала, при нагревании выделяет вредные вещества, которые угнетают нервную и сердечную сосудистую систему. Мы провели ангетирование целью выявления использования внутренних животных в виде их бутыл. Третье. Большинство людей отдают жир домашним животным. Четвертое. Большинство людей не знают, что делать животным жирным. Также мы задались вопросом, из чего сделать фитиль для наших свечей. Для сравнения мы взяли хлопковую и льняную нити. Вывод. Самым подходящим материалом для фитиля нашей свечи является нить из льна. Мы провели три опыта. Опыт первый. Мы взяли внутренний жир жеребятин, говядин и свинин. Очистили, порезали на мелкие кусочки, чтобы быстро расплавились. Получили жиры в виде жидкости, перенесли в емкость и в них мы окунули фитиль. Сделали намелья, но веревкой. И заморозили на улице. Через сутки мы испытаем наши пробы. В результате испытания жиры не полностью были заморожены. И при горении жиры быстро размораживались и выделяли копоть. При опыте фитиль от трех проб веувяль на одну посуду. В итоге первый опыт испытан неудачно. Вывод. Свечи горели примерно 20 минут, выделяя копоть. Во втором опыте мы добавили несколько капель гидроцита натрия и несколько капель эфирного масла мяты. Также добавили стружки воскового карандаша зеленого цвета и перемешали. Вывод. Изготовление свечи зеленого цвета придает запах мяты и горят около двух часов. В третьем опыте мы добавили несколько капель гидроцита натрия, нитрата натрия, квасцы и несколько капель лимонного сока. Вывод. Изготовление свечи из желтого цвета выделяет приятный аромат лимона, горят около двух часов 15 минут. Перед вами сравнительный анализ всех трех опытов. Вывод. Исходя из графика видно, что наилучшим жиром для приготовления свечи является жир крупного рогатого скота, так как его жир похож по физическим свойствам на парафин. Например, при снижении температуры парафин затвердевает также и жир крупного рогатого скота. Остальные жиры, жеребятин и свинины не смогли полностью затвердеть. Также мы видим, что в соединении с другими веществами наши свечи дольше горят. Перед вами сравнительная таблица парафиновой свечи и свечей животного жира. Выводы. Таким образом, в ходе исследовательской работы поставленные нами цели и задачи полностью достигнуты. Первое. Проведя анкетирование, выявили, что большое количество людей не едят жир и потом выбрасывают на отходы. Второе. Проделав опыт изнутреннего жира животных, мы пришли к выводу, что сами можем изготовить свечу из экологически чистого сырья в домашних условиях. Третье. Сделав сравнительный анализ свечи из парафина и животного жира, узнали вредность парафина и свечи. Четвертое. Проанализировав полученные результаты, мы сделали вывод, что свечи из жира намного экономичнее и безопаснее для здоровья, чем парафиновые. Изготовленную нами свечу можно использовать как источник освещения помещения в домашних условиях, для праздника, поднятия настроения, релаксации, а также подарить родным и близким. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Ну, скажите, пожалуйста, Валерия, с точки зрения химической, что из себя представляет? Животный жир? Да. Что из себя представляет? Ну, с химической точки зрения. А, с химической, ну... Ну, если это жидкое вещество, твердое или газообразное? Или как? Нет. Это же органическое вещество жиры, да? Вот, к какому классу можно отнести вот это жиры? Сейчас органикой же идёт жиры, да? Угу. 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 Какому... Я не понимаю. Органику как бы я в 10-м? В 11-м? Нет, 10-го класса уже органика уже идёт. Ну, она, наверное, не дошла до того раздела, где это рассматривается. Ну, в общем-то, интересоваться этим надо всё-таки самостоятельно. Ну, я очень. Если мы говорим, все же взаимодействия – это химические в конечном итоге. Поэтому надо интересоваться химизмом процессов, структурой веществ, составом веществ и так далее. Я бы посмотрела. Почему вот при добавлении вот гидроксида натрия у вас свечи стали вот дольше гореть? Вы сначала брали же только жиры же, да? Ага. Ага. И вот они сгорали очень быстро, с копотью и так далее. Вот вторая при добавлении, значит, они горели дольше. Почему, как вы думаете? Вот ещё используют в мыле, там, да, гидроксид натрия. Вот гидроксид натрия, он используется в этих… Сейчас. А, для пищевых продуктов, чтобы продукт сохранял дольше свои свойства. Ага, сейчас. Каким образом тогда гидроксид натрия сохраняет дольше свои свойства? Что значит используется в пищевых продуктах? Ну, используется в пищевых продуктах, чтобы… Ну, что происходит? Почему он там консервацию какую-то даёт? Химизм нужен, Валерия. С точки зрения химии, там что может происходить? Потом про парафин, вот я хотела тоже спросить. Что из себя представляет парафин? Какой парафин? Вообще что? Парафин это можно вообще рассматривать как класс алканов. В данном случае для свечей что? Какие парафины используются? Парафин это плавленый нефтепродукт. Что? Плавленый нефтепродукт. Как это? Плавленый нефтепродукт. То есть нефть… Разве нефть расплавляют? А… И что тогда из себя представляет? Тогда нефть спрошу. Я не знаю. А, ну понятно. Так, есть вопросы? Нет вопросов. Значит, пожалуйста, следующий доклад. Там Чурукова у нас. Она же была? Нет. А, вот это Протопопова и Василиса. Палая вода. Шурукова. Она не смогла же зайти. Нет, Протопопова. Не было ее. Ну давайте посмотрим, сможет сейчас. Она не смогла же войти. Сейчас сможет или нет? И слышит ли она Василиса? Отвечает Александр, вы у нас секретарь, Александр Михайлович. Что она там в чате отвечает? Я ей предложил перезайти, но она вот, видимо, все равно… Не может. Тогда, значит, следующий после. Следующий кто там по списку у нас идет? Ух ты, криминалистик. Еремеев. Еремеев Аир. Здравствуйте. Меня зовут Еремеев Аир. Я об этом учеником 10 класса, школа номер 6. Представляю вам проект «Кимические методы анализа в кримической экспертизе». Вашим организмом является Андреева Екатерина Олеговна. Итак, анализы, выполняемые для целой кримической экспертизы, должны быть надежными. Конечно, надежность аналитического исследования важна и в многих других областях и сферах. Например, медицина, энергетика, атомная и так далее. Но результат химического анализа в клималистике подтяжи определяет судьбу либо крупного предприятия, либо же отдельного человека. Кимические лаборатории должны быть универсальными. Им приходилось с энергетическими и энергетическими веществами, с многосоставами и микроперемесями, а также с массивными объектами и микропробами. Объектом исследования является многообразие химических исследований, предметом исследований является содержание и методика химических исследований в клималистике. Цель работы – рассмотрение, содержание и пробация методик химических исследований, применяющихся в клималистике. Гипотеза. Возможно ли использование химико-химических исследований в последневной жизни? Задача. Первая – изучить, организировать и обобщить имеющуюся информацию об использовании химико-клинических веществ и химико-клинических методов в одной из будущих наук в юридических криминалистике. Вторая – обладать основами использования химико-клинических методов в поведневной жизни. И третья – проведение химико-клинических исследований. Итак, объявление аммияка. Как узнать, что в растворе содержится аммияк? Чтобы узнать это, нужно провести следующий опыт. Как бы это легко не звучало, но достаточно понюхать это вещество, потому что аммияк имеет очень резкий запах, характерный запах. Но если этот запах предъявит любимый материал биологическим, то используем этот аммияк. Мы используем индикационные бумажки и обмакиваем их в воду. В индикационные колбы добавляем биологический материал. В моем случае это были два чистых и неизвестных раствора. Крепим бумажки с помощью корковой пробки и мы наблюдаем моментальное изменение цвета в одной из колб. Соответственно, в индикационные колбы срезается аммияк. Вывод. Из этих опытов можно продлить состав биологического материала, а точнее, если признаки отравления аммияком. На чем основан опыт? Опыт основан на взаимодействии индикационной бумажки на пары мягка. Бумажка должна быть намочена водой или же сульфатой меди. Вместо воды также можно использовать сульфат соль, сульфат меди, сухолепный. Результат окажется таким же, но мне кажется, вода будет лучшим решением, более экономичным и быстрым. В появлении щелочи. Перед нами три неосозных раствора, но один из них является ядовито щелочью. Как же это определить? Самым легким способом определения щелочи является добавление щелостолина. Мы так и поступили, но, как мы видим, цвет изменился в двух растворах. Значит, третье вещество является не ядовито. В такие моменты нам добавят еще один компонент – хлорид или нитрат бария. Тогда, если после добавления раствор не изменился цвета, то это является щелочью, а если после добавления появился белый осадок, то это вещество является карбонатом. С помощью таких простых, но качественных реакций можно определить, является ли неизвестное вещество ядки. На чем основа? Опыт основан, во-первых, во взаимодействии франфталина с щелочью и с карбонатами, а во-вторых, в качественном реакции нитрата лихорита бария – карбонаты из выделения белого осадка. Во время проведения опыта я заметил неизвестное наблюдение. Франфталиин после добавления в щелочи становился прозрачным через некоторое время, а в карбонатах он не менялся, но все исследования. Это тоже нужно применить во время определения неизвестных растворов. Определение неизвестного красного пятна. Как можно определить, что неизвестное пятно – красное пятно, является кровью, а не, например, кетчупом? Чтобы это определить, создавал пятно улучшить тампоном, а если свежее, то можно не увлажнять. Потом добавляем несколько капель астелина. После добавления несколько капель преследоводорода или же перекрытия водорода, как итог, мы видим появление маленькой пены в веществе. Это доказывает, что это кровь. Вывод. Потому что таких качественных реакций можно определить, является ли веществом крови или же только ее компонентом. На чем основан опыт? Опыт основан на взаимодействии крови в перекрытии водорода. Кто-то украл серебро. На фотке вы видите чистую руку, но насколько ли она чиста? Сейчас проверим. Чтобы этого узнать, достаточно привести к качественной реакции на серебро. Чтобы сделать белый остаток серебра. В итоге мы видим появление белого остатка серебра. На чем основано? Реакция основана на отмене кислородных веществ, остатков, чтобы получить нерассверимую соль серебра. А вы знали, что когда вы украли серебро, на ваших руках построятся микрочастицы серебра. Эти частицы могут расставаться на вашей ноге объединения. Так что надевайте перчатки, а если вы на самом деле справедливости, то вам поможет эта реакция. Заключение. Начиная с землящих времен до наших дней, из-за древнего будущего, химия и криминалистика помогали человеку бороться с преступностью. Одним из важных на проблении лучшей криминалистики является химическая криминалистика. Я выбрал эту тему, потому что хочу связаться с криминалистикой, а также для меня лично и химия. И криминалистика является очень интересными науками. В одном проекте изучил, панелировал технику, обобщил имеющуюся информацию об использовании химических веществ, а также методов одной из ведущих физических наук, то есть криминалистики. В ходе исследовательской работы он знал очень много для себя и открыл, и владел основами использования химико-химических методов исследований и сам провел практические химико-химические исследования. В условиях школьной лаборатории можно провести химико-химические исследования. Следовательно, проведение таких исследований можно и в постоянной жизни. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Вопросы, пожалуйста. Я спрошу, пожалуйста, да? Значит, в некоторых определениях вы используете индикаторную бумагу. В общем-то, эта же индикаторная бумага должна содержать какой-то компонент, дающий какую-то реакцию с следующим компонентом. Вот каких, значит, при определении аммиака или щелочи, ну, по крайней мере, как я усвоила, да? Потому что там читать было невозможно мелко, то, что услышала. Значит, вот индикаторная бумага, она должна содержать какой-то компонент, дающий вам либо цвет, либо еще что-нибудь, да? Вот в случае НС-4 у вас какой компонент, и в случае определения присутствия щелочи тоже. Каким компонентом? Вы говорите, надо смочить или не надо смочить. Вот и это тоже почему? Ну, при выявлении аммиака надо смочить бумагу индикаторную, а при щелочи не обязательно. Хорошо. А что содержит все-таки бумага? Что такое индикаторная бумага? Ну, бумага, которая определяет pH вещества. Чудесно. А на основании чего она определяет? Они же похожи по фактуре, но они различаются все-таки пропитывающим каким-то бумагу компонентом. Вот конкретно химическое вещество, которое взаимодействует или проявляет себя по отношению к аммиаку, парам аммиака, как вы описывали. Вот. И в случае со щелочью, ну, не надо смачивать, но вы, тем не менее, же опускаете в этот раствор, правильно? Какой-то. А щелочью я использую нафталин, а с аммиаком бумагу индикаторную. Чудесно. Так, со щелочью, что вы используете? Я не расслышу. Фенолфталин. Ну, мне послышалось другое слово. Ага, понятно. Фенолфталин, то есть бумага, пропитана фенолфталином, так? Нет, а с аммиаком бумага пропитана либо водой, либо сульфатом медиа. Так. А какая краска там? Очень синяя краска, очень синяя окрашивание, то есть. А, синяя окрашивание. Хорошо. Так, а с барий хлор-2 или барий там внутри дважды что-то такое, да? А, ну, мы видели то, что фенолфталин действует с карбонатами, и чтобы разочить щелочь от карбонатов, я сделал качественную реакцию на карбонаты, добавив нитрат или хлорид, и получив белый осадок, чтобы разочить их, ну, между карбонатом и щелочью. Ага, понятно. А что образуется, какой осадок образуется? Осадок образуется белый. Ну, белый, хорошо. А что он собой представляет, как вещество? А, ну, зависит какой карбонат. Карбонат, правильно. А вот серебро, вот на ладони серебро. А что вы имели в виду? Человек контактировал с серебром. Ну, его трогал. О, металлический. Я не понял. Или что? Кралметаллические какие-то предметы, да, серебряные. И что на руках остается? А потом там вот реакцию я... На руках что остается, и что написано в реакции вашей? А, ну, у нас не было серебра, и поэтому я смочил руку свою хлоридом серебра. И сделал... Не хлоридом, не хлоридом. А чем? А, ой, то есть нитратом. Не, ну, это-то совсем другой разговор. Просто я еще достаточно изучил эту методику. Подождите, а можно мне вмешаться, Валентина Ивановна? Если мы берем сосуд серебряный, металлический сосуд серебряный и раствор нитрата серебра, то форма, в которой серебро находится, это же две большие разницы. Ну да, просто я не до конца изучил методику получения, ну, выявления серебра просто... Вот насчет металла, насчет металлического серебра, там просто будет серебро, металл. А когда нитрат серебра, там и он и серебра. Так я понимаю? Ну, Валентина Ивановна, вы сама... Я только садочил эту методику. Я это же примерно спрашивала. Вот, вот, вот тут и дело, да. Поэтому, ну, вы в каком классе учитесь? В 10-м? В 10-м, да, в 10-м. С электролитической диссоциацией вы знакомы? Да. Ну, конечно же. Ну вот, нитрат серебра диссоциирует на ионы? Ну, на бетонистику нитрата серебра. Аргентом НО3? Так. Да, НО3. Вот, и он диссоциирует на ионы, так? Да. Ну, какие ионы образуются? Серебро и НО3. Плюс серебро и НО3. А какое? И тогда качественная реакция на ионы серебра какая будет? Добавление хлорида. Так. Хлоридных ионов? С ионами же серебра. А если у нас в руках там чаша серебряная или там шлем серебряный, известный комедии, то извините, на руках. Вряд ли это произойдет. Вряд ли будут ионы. Серебро – это вещество практически-то нерастворимое? Ну да. Ну вот, и там еще, наверное, тут чувствительность реакции еще имеет роль. Да, нет. Вот так что тут немножечко серебром надо поглубже покопать нам. Да, надо. Как-то я не заметила ни одного уравнения реакции. А, там были? Ну, очень мягко, плохо видно. В общем, я обыдюю. Почему бы нас такому страшному испытанию подвергли? У нас у всех зрение сразу упало на целую единицу. Ну ладно. Спасибо. Пожалуйста, таким испытанием нас не подвергаете. Хорошо? Хорошо. Уважайте комиссию. Спасибо. Спасибо за свидание. Спасибо. У нас скоро будет 15.30, 24-й доклад. Айталина Алексеевна, вы где? Ау. Так, Иванова Анастасия, вот она она. Где она? Анжелика. Да. Спасибо, мои коллеги. Иванова должна. Вопросы. Анжелика. Анжелика выступит. А? Анжелика, завтра выступит. Я нету сегодня. Почему она так решила? Она вроде еще видео отправляла, да? В Ютубе. Ну, следующее давайте. Мы хотели сегодня закончить всю старшую группу, потому что завтра должно быть у нас обсуждение. Так, ну, давайте следующий кто. Вот Иванова. А у нас там одна же девушка, Протопопова Василиса. А, чешуя. Харася. Так. Пожалуйста. Василий Мухин. До новой Виналия. Мы, кажется, вас не слышим. Здравствуйте, меня слышно? Слышно. Плохо, плохо слышно. В городе люди живут и какую-то... Вот Протопопова Василиса спрашивает, Айтарина Алексеевна. Можно ли ей войти с телефона, говорит? Ну, можно, конечно. Можно с любого устройства зайти. Но теперь уже вот слушаем мы Ювеналию. Здравствуйте, меня зовут Иванова Ювеналия. Я ученица 9-го Д-класса Мобусош-Намир-7, города Якутска. Тема доклада. Исследование химического состава чеши и корыся Якутского и применение полученного из нее коллагена в составе средств гигиены и косметики. Актуальность работы заключается в том, что рыбные отходы являются ценным сырьем. Коллаген, полученный из шиши и рыб, это белок соединительной ткани. В данной ситуации возникает проблема, каким путем добиться изготовления средств косметики и гигиены из натурального сырья. У нас возникла идея получить коллаген из шиши и корыся Якутского и изучить его химический состав. Поэтому целью нашей работы является изучение химического состава шиши и корыся Якутского и рассмотрение возможности применения полученного из него коллагена средств гигиены и косметики. Задача исследования – изучение научной литературы, проведение исследования биохимического состава и микроструктуру шиши, отработка технологии получения коллагена, рассмотрение возможности практического применения и оценка их эффективности. Мы считаем, что применение правильной технологии переработки чеши в лабораторных условиях позволит получить высококачественный коллаген, который впоследствии можно будет применить в составе средств косметики и гигиена. Объектами исследования являются чешия, коллаген, полученный из чешии, крема и мыло, изготовленные с применением полученного коллагена. На весной работы считаем полученный коллаген из чешии и корыся, который впервые применили как ингредиент в средствах косметики и гигиена. Практическая значимость заключается в том, что данная работа может быть использована как дополнительный материал на уроках химии, биологии и экологии. Кроме того, материал исследования можно использовать для проведения просветительской деятельности среди населения в рубрике «Отходы в доходы». Считаем, что эффективность работы проявляется в том, что в нашем регионе такой способ получения натурального сырья не требует особых затрат, а коллаген является экологически чистым продуктом. Использовали следующие методы исследования. Биохимический анализ чешуи карасей с помощью спектра 12200. Переработка коллагена инфракрасной сушки. Измельчение чешуи. Исследование структуры и полиметный химический анализ чешуи растровым электронным микроскопом высокого разрешения. В этом году, по сравнению с прошлыми годами, мы исследовали структуру чешуи и сделали полиметный химический анализ с помощью растрового электронного микроскопа высокого разрешения. Исследования были проведены в научно-технологической лаборатории технологии полимерных нанокомпозитов СОФУ при содействии Яконова Алексея Афанасьевича. В ходе этого исследования мы получили образцы микроструктуры локальных образцов чешуи спектров 1 и 2 на поверхности чешуи, где имеются ионы углерода, кислорода, натрия, кальция, цинка, хлора и калия. Также в таблице 2 предоставлены результаты биохимического анализа чешуи и карасей в красном анализаторе. Коллаген состоял 53%. Технологии получения коллагена чешуи состоят из трех этапов. Извините, пожалуйста, Виналья, почему презентация не работает? Презентация не работает? Да. Вот первый слайд и все. Да. Вы говорите, говорите, а ничего мы не видим. Кто должен это делать? У меня видно. У меня видно. То есть, вы должны пролистывать. Я пролистываю. Сами. Да, пролистываю. То есть, настало время вот этого слайда, который вы сейчас показываете, да? Да. А перед этим мы столько сказали, ведь тоже можно показать. Хорошо. Да, ладно. Методы исследований. Полимерно-биохимический структурно-анализа чешуи и карасей. Технология получения коллагена состоит из трех этапов. Первый – промывки и высушивания. Второй – измельчение. Третий – получение нативного коллагена при гидролизации лимонно-кислом натрии. Мы применили коллаген в составе мыл, кремов и скрабов. Нами разработаны рецепты геля скраба, мыла и крема с применением полученного нами коллагена. Также мы сделали сравнительный анализ контрольных кремов и мыл с контрольными образцами. Определили щелочность мыла. По итогам нашего исследования мы сделали следующие выводы. Технология получения коллагена инфракрасной сушки является простой и экологически безопасной. Биохимический анализ показал, что в чешуи содержится 53% коллагена, 36,2% азотистых веществ, 0,2% жира и 10,6% воды. Это подтверждает целесообразность получения коллагена. В ходе поэлементного химического анализа чешуи и кальций методом растрового электронного микроскопа мы выявили, что в образцах содержатся кальций, натрий, уклерод, кислород, цинк, хлор и калий. Цинк и кальций входят в состав многих косметических сердц. Для установления точной формулы нахождения элементов и оценки потенциальной пользы требуются дальнейшие исследования. Опыты по использованию полученного коллагена в составе крема геля для умывания лица, кремы для рук туалетного и хозяйственного мыла показали, что они способствуют образованию воздухопроницаемого, благоудерживающего слоя на поверхности кожи, обладающими пластифицирующими, восстанавливающими свойствами и способностью предъявления действия экстрактов и масел. Изготовленными нами крема и мыло не уступают по своим свойствам рассмотренным контрольным образцам. Полученные мыло являются менее шелочными по сравнению с контрольными образцами. Это благополучно будет сказываться на здоровье применяющих малолиц. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. У меня сразу вопрос такой. Вы все написали. Технология получения коллагена. Идентификация проведена, чтобы и получен именно коллаген? Да. Какими методами? С помощью растрового электронного микроскопа мы изучили химический состав чешуи. Чешуи. Ну, это чешуя. А вам нужно, я спрашиваю про коллаген. Вы получили что-то, которое обозвали коллаген. Так оно или нет? Как вы доказали, что это коллаген? Можно доказать тем, что чешуя – это, как сказать, из кожи. Подобие, подобное из кожи, и кожа состоит из эпителиальной ткани. А коллаген сам происходит из эпителиальной ткани. Чешуя прорастает из кожи рыбы, карася. Поэтому литературными данными доказано то, что он состоит из коллагена. Вот литературными данными это доказано. И мы это проверили. Выявили химический состав. И все верно. Так, хорошо. Тогда что такое коллаген? Коллаген – это белок соединительной ткани. Белок соединительной ткани. Белок. Значит, там какие группировки существуют? Для того, чтобы показать, что это белок. Здесь вы элементный состав чешуи определили. Но вот я вижу, что здесь нет азота. Одним из компонентов от коллагена. Там амидная или пептидная связь. НХЦО. А здесь у вас нет азота. Азота у вас относится к теме азотсодержащие соединения же в школе-то. Он на самом деле есть, но мы его не видим. Мы его не обнаружили. Потому что в аминокислоте он содержится как соединение. Он содержится как в аминогруппе. Он содержится в аминогруппе. Получается, он есть, но мы его не обнаружили. А так, другие элементы мы обнаружили в виде неорганических вещей. Ну, все понятно, что вы хотите сказать, что вы сделали элементный анализ чешуи, но основываясь там на литературных данных или еще на каких-то исследованиях, вы предполагаете, но сами вы это не показали. Это первое. Мы не показали. Второе. Нет, не показали. Ну, нету идентификации же, согласись. И в венале. Нету. Что это именно коллаген. Вот. Теперь, значит, следующий. Поместили этот коллаген в каком процентном соотношении там? В кремы, скрабы, там еще куда-то вымыло, что ли, или еще что-то. Какие-то косметические, косметологические. Было у вас, да? А вот кремовая основа сделали. Гель-скраб сделали. Мыло. И, ну, какой-то крем, да? Да. С детским кремом. С детским кремом сравнивали. Смягчающий, менее жирный. Очень жирный. Приятный, приятный. Так. Тишия сама не имеет запаха, потому что мы его измельчили. Он порошкообразный в виде. Поэтому он не имеет запаха. Но оттенок у него, получается, все равно отдает цвет. Но со своими свойствами. Получается, добавляет свои свойства. Семена брусники, натуральные микрочастицы. Так где же вы семена-то набрали? Брусники. Они такие мелкие. Буд? Брали и сушили. Эффект скраба выполнять, да? Да. Ладно. Вы сушеный кофе нельзя? Кофе? Да. Наверное, слишком мелко. Более грубо будет, чем семена-брусники. Есть вопросы? Хорошо. Хорошая работа. Вопросы еще есть? Спасибо. Следующий, пожалуйста, доклад. Там хотела Протопопова, Василиса. Протопопова будет участвовать? Да. Так, давай, Протопопова, Василиса, загружайся. Не слышно, да? Слышно, презентации не видно. Видно, да? Да, вот теперь видно. Хорошо. Начинайте. Добрый день, уважаемые эксперты и участники конкурса. Меня зовут Протопопова, Василиса. Я ученица 11 класса. И тема моего доклада – определение качества талой воды села Дюпся у Салданского Улуса. Я проживаю в селе Дюпся у Салданского Улуса, где издом настоит проблема с нехваткой питьевой воды. После долгих просьб жителей Нослега по федеральной программе улучшения условий сельского хозяйства, был проведен водопровод протяженностью 2,5 километров через Алас-Бяди. Но так как не смогли перебросить воду на гору, а также Алас затопило водой в течение нескольких лет, этот проект был остановлен. Сейчас в данное время рассматривается проект переброски воды в обход Аласа, разобрав трубопровод, лежащий под водой. Дожидаясь воды из трубопровода, жители моего села брали воду из подземного источника, но насос, качавший воду, сломался из-за отсутствия электричества. Таким образом, администрация наследовалась этим вопросом вплотную. Но пока проблема воды до сих пор не решена. Зимой жители села запасаются льдом в ледниках и круглый год употребляют в пищу талую воду. У жителей общежития нет ледника для хранения льда, и поэтому в летнее время они пьют воду из озер, привезенную на машине. Прежде всего, нас заинтересовал вопрос о том, что же входит в состав воды, и полностью ли она соответствует санитарным нормам. Вся ли вода, которую мы пьем, пригодна для питья? С этой точки зрения, считаю свою работу актуальной. Цель – определить и сравнить качество талой воды 2018 и 2020 года из разных водоемов села Гипся у Салданского Улуса. Задача – изучить литературу по теме исследования, собрать гробы талой воды из разных водоемов и провести сравнительные анализы для изучения и оценки их качества, используя реактивы школьного кабинета химии. Сравнить полученные результаты исследований с 2018 и 2020 года, а также нормами САНТПИ. Гипотеза. Мы предполагаем, что в селе Гипся можно пить только талую воду, и качество воды не изменилось по сравнению с 2018 годом. Методы исследования. Измерение, наблюдение, эксперимент, сравнение и анализ. Научная новизна. Впервые проводится сравнительный анализ талой воды близлежащих водоемов села Гипся у Салданского Улуса. Практическая значимость. Результаты исследовательской работы могут заинтересовать многих, кого волнует данная проблема. Они могут быть использованы в домашних условиях в целях сохранения собственного здоровья и заботы о нем. Исследовательская работа включала в себя три этапа. Точность анализа воды во многом зависит от правильного отбора воды. Мы отобрали пробы в стерильные пластиковые бутылки с крышками, которые предварительно ополаскивали исследуемой водой. Оценивая качество воды, в первую очередь учитывая такие важные физические показатели, как температура, цветность, запах, вкус, прозрачность и мутность. По результатам исследований по органическим свойствам из пяти проб талой воды по запаху, по прозрачности, по привкусу, все пробы 2018 года и 2020 года по нормам Сан-Пин соответствуют. По цвету не соответствует цвет 2018 года номер пробы 1 и 4. В 2020 году все пробы не соответствуют нормам Сан-Пин. По результатам химических исследований качества взятых нами проб талой воды из пяти водоемов 2018 года по нормам Сан-Пин соответствуют номер 2, номер 3 и номер 5. В 2020 году из пяти водоемов по нормам Сан-Пин соответствуют номер 3 и номер 5. В результате проделанная работа цель, поставленная в начале нашего исследования, была достигнута. В условиях школьной лаборатории нами были проведены исследования пробы воды села Дюбзя из пяти различных источников. Наша гипотеза частично подтвердилась. В процессе выполнения данной работы нами была изучена литература по соответствующей теме, в которой мы познакомились не только с методиками определения воды, но и узнали много интересного и полезного для себя. Были выбраны источники питьевой воды для взятия пробы. Затем проведен анализ по органолептическим, также некоторым химическим показателям и сделан вывод о качестве воды с 2018 года и 2020 года. В результате проделанной работы все поставленные задачи были выполнены. По результатам органолептического анализа номер 1, 2, 4 непригодны для питья по цветности, по pH и по содержанию хлорид-ионов. В водоемы в Уатах, Луку, Ампардах не могут употребляться жителями села Гипся, как питьевая вода. Употребление только чистой талой воды для якутского народа становится началом традиции, повышая долголетие, укрепляя здоровье и повышая работоспособность. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Вопрос, пожалуйста, сразу. Талая вода – это что такое, талая вода из озера? Это чистая вода, которая качественная, с минимальным количеством тяжелой и киреевой воды. Нет, ну все-таки… Что вы оттаиваете-то? Вы брали воду из озера, да, Вить? Какое время отбирали? В ноябре. Что? В ноябре. Воду именно? Да, воду. Лед, лед, наверное. Или лед. Растало это. А лед мы брали из тех людей, которые уже брали лед и растаивали их. Вот, это лучше назвать на ледовой воды. Да. Мус-ута. Мус-ута. А так талая вода-то я понимаю, как снеговая вода таивает. Да. А я поняла, что талая вода из озера, и вот уточняю для себя, как так? Нет, мы брали два типа вода из льда и просто воду. Талую воду и просто воду. Василиса, у вас, скорее всего, осенью много-много льда берут, складывают его в ледник, и все лето пьют ледовую воду. Да. Вот так же в городе многие на даче делают. Да. Так вот, это же чистая практически вода, которая будет содержать очень много примесей. И вот скажи, а содержатся ли в ней, например, едидные ионы? Вот у едидных ионов в ней нет. Поэтому у людей зубы плохие, у людей зуб. Минировизация все равно нужна. Да, поэтому, говорят, едированную соль надо пить и какую-то употреблять. Поэтому там вывод, где якутский народ должен прямо... А с другой стороны, считается, что вот жители Якутии и горных районов – это долгожители. Потому что они пьют вот эту воду, она чистая, эта вода, и улучшает там жизненные необходимые процессы. Но, тем не менее, профилактику-то надо проводить. Калия того же нету, а без калия сердце плохо работает. Поэтому... Долголетие – это совокупность факторов, очевидно. Конечно. Не только ледовую воду из-за ледовой воды. А то, что ледовая вода, действительно, там отсутствуют многие элементы, это не есть хорошо. Ну, они, наверное, восполняют какими-то пищевыми вещами. А вообще ледовая вода, она же структурирована особо. И вот структура этой воды как раз благоприятствует здоровью. Ну, может, структурированная благоприятствует, но отсутствие йода... Вы же знаете, что как раз вот у якутов проблема с щитовидной железой. Очень у многих. Поэтому там с выводами надо вот это думать, Василиса. Может быть, не надо такие вот выводы делать. Изучили вы талую? И потом получается, что ну, давайте вот все талую воду пить. В результате ваша программа зависнет. Переброски там водопровода. И останетесь... Не водопровода, а водовода. Ну, или водовода, но неважно. Они живут без воды, и так и будут жить без воды дальше. Ну, вообще, заречие с водой – это такая проблема. Это просто страшное дело, конечно. Ну, поэтому Василиса молодец, что провела такую работу. Она интересна. Просто там акценты на выводах надо сделать уже другие. Василиса, а вы свое будущее в чем видите? Куда пойдете поступать? А? Медицинский? Да. А. Ну, давай. Лучше поступайте к нам на химию. Как раз займетесь водой. Хорошо. У нас воду со всех сторон изучают. И в хвосте, и в гриву, как говорится. Да. Все, до свидания. Спасибо. Следующий. Молодец, и неустойчивый. Здравствуйте. Сейчас. Это решет Николая Виктория. Всем добрый вечер. Получается. Меня зовут Решетникова Виктория. Я ученица 9-го Б класса, школа номер 3, города Якутска. Тема моего исследования – это антоцианы цветков кипреевского-листного. Мой научный руководитель, младший научный сотрудник Института проблем нефти и газа Владелина Владимировна Корякина. Что такое антоцианы? Антоцианы – это растительные окрашенные вещества антиоксиданты с высокой биологической активностью. Актуальность изучения антоцианов кипреевского-листного или иван-чая заключается в их крайней малоизученности в растениях Крайнего Севера. Учитывая, что сегодня экологически чистый продукт в виде чая из кипрея становится все более востребован, было интересно исследовать их содержание в цветках этого растения. Основная гипотеза нашего исследования заключается в предположении, что в Якутском иван-чая антоцианов должно быть больше, чем в кипреи из других регионов России, так как известно, что растения в экстремальных условиях активно продуцируют эти вещества для борьбы со стрессовыми факторами, такими как низкие температуры, долгосветовая экспозиция или жесткий ультрафиолет. Таким образом, цель нашего исследования заключалась в определении массового содержания антоцианов в сушеных цветках кипреевского-листного центральной Якутии. Определение содержания антоцианов проводили по методике ГОСТ, указанной на данном слайде. Методом PH дифференциальной ультрафиолетовой спектрофотометрии. Для этого из растертых засушенных цветков готовили чай, затем его фильтровали и подкисляли полученный фильтрат с помощью заранее подготовленных буферных растворов с кислотностью 1 и 4,5 по шкале PH. В полученных кислых растворов антоцианов на спектрофотометре Асосил Аквариус определяли оптическую плотность при длинах волнов 510 и 700 нанометров. Оптическая плотность при 510 соответствует содержанию антоцианов, а при 700 – примесим. Далее по формуле вычисляли содержание антоцианов. Всего было проведено 8 экспериментальных определений оптических плотностей растворов чая, результаты которых далее были статистически обработаны и найдены ошибки определения содержания антоцианов. Предварительно были проведены исследования цветности антоцианов цветков иван-чая. Как видно на данном рисунке 4А, антоцианы иван-чая имеют различную окраску в зависимости от кислотности раствора. Это обусловлено из-за мере строения молекул антоцианов в зависимости от кислотности среды. Для сравнения, в соковой продукции окраска антоцианов слабая, что обусловлено их малым содержанием либо иной разновидностью антоцианов. И таким образом показано, что в полученных экстрактах цветков иван-чая присутствуют именно природные антоцианы. Их количество достаточно для анализа методом спектрофотометрии. Проведенный спектрофотометрический анализ показал, что содержание антоцианов в сушеных цветках якутского кипрея составляет 0,143 грамм на 100 грамм цветков. К примеру, из литературы известно, что в цветках алтайского иван-чая содержится 0,83 грамм на 100 грамм цветков. И кроме того, следует отметить, что в самих листьях иван-чая цвет антоцианов меньше почти в 10 раз. Таким образом, наша гипотеза о высоком содержании антоциана в якутском кипрея подтвердилась. И наиболее ценным источником антоцианов иван-чая служат именно его цветки. Таким образом, были подведены итоги исследования и дана рекомендация по сбору иван-чая совместно со цветками. Сбор цветков иван-чая в фазе его цветения не наносит существенного вреда растению, так как основным способом его размножения является корневое черенкование. Благодарю за внимание. Спасибо за очень интересную работу. Вопросы, пожалуйста. Можно, да? Там зависит от пиаши у вас. Если формулу, мы посмотрим, как вы обрисуете изменение окраски в цветах и изменение пиаши. Повторите вопрос. Пожалуйста, формулу откроем. Это вещество, которое вы ищете и каким-то образом идентифицируете. Количество антоцианов? Нет, изменение от пиаши, окраски. Чем обусловлено? Что происходит с молекулой вещества при изменении пиаши? Там где-то была формула у вас. Формула же у вас едет? Которая формула? Антоциана. Горичина поглощения света? Нет. Мне казалось, что я вещество. Выше надо поднять. Вещи, вещи. Выше, да, выше. Вон, вон, на втором сайте сразу. Слева маленькая. Слева? Вот она. Вот, 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 вот. А, это агликон. Да. Это не углеводная часть самого антоцианидина. Агликон. Подождите, я вас не услышу. Повторите. Он меняется цвет антоцианов именно потому, что антоцианы имеют различное строение молекул в зависимости от кислотности. В чем заключается вот суть-то этой изменений? Если от кислотности они меняются, что меняет это? Ну, из этой формулы не видно ничего. Меняется окраска. Окраска связана с распределением электронной плотности. Как вот меняется структура вещества, что возникает вот то усиление окраски, то наоборот ослабление окраски? Счет чего? Ну, у вас же ультро-сиолетовый спектр, да? Ну, в общем-то, как сказать, природа этих спектров должна, наверное, быть все-таки усвоена в какой-то мере. Чтобы объяснять. Вы просто факты нашли, что меняется окраска с изменением pH. А вот почему? Не совсем понятно. Ну, мы проводили исследование цветности. Мы показывали на результате, что меняется окраска. Меняется окраска в зависимости от кислотности, потому что они имеют разную структуру. И, соответственно, если у них разная структура, то получается от кислотности среды она начнет менять, проявлять свою окраску. Меняется спектр. Понятно. Меняется распределение электронной плотности. Но вот со структурами бы хотелось увидеть. Все говорите правильно, но в конечном итоге, конечно, нужна конкретика. Ну, ладно. Посмотрите, даже вот на той формуле, которая у вас есть, какая сопряженная система там мощная. А изменение окраски как раз происходит за счет делокализации электронной плотности. Так, извините, по-моему, это Виктория еще рановато. Я ничего такого не знаю, честно говоря. Но дело не в этом, а дело в том, что кто проводит исследование, он же залезает и в литературу, и плотно работает с консультантом, руководителем. То есть гипотеза должна быть даже у малых детей. Ну, в общем-то, работа симпатичная, но вот когда суть, она ускальзывает, немножко как бы это утрачивается. Ну, немножечко, да, вот так что. А можно Виктория вопрос задать? Задавайте. Виктория, скажите, а что такое буферный раствор? Да, буферный раствор – это… Вот написано буферный… Как сказать проявитель? Нет, буферный раствор СПАЖ 1,0 содержит из каких веществ? Назовите вещества вот эти. Из хлорида калия, ну, раствор хлорида калия и соляной кислоты. Но хлорида калия – это что по классификации веществ? Это соль. И? И кислота. Так, во втором случае? Во втором случае у нас ацетат натрия и соляная кислота. Это что? Ацетат натрия – это тоже соль. Так. И соляная кислота. Значит, кислота и ее что? И ее соль. И ее щелочная соль или же кислотная соль? А если бы мы вместо этой соли другую соль какую взяли, мы бы получили вот такое вот значение водородного показателя? Мы бы получили труни. И потом, когда вы сами готовили буферный раствор или же готовые взяли? Мы сами готовили этот буферный раствор. Как мы его готовили? Мы… Определенное соотношение было так, на глазу. Определенное соотношение было. О, видите как? Видите как? И вот, причем, там где полоски вот показаны на слайде, да? Вот, покажи-ка, посмотри-ка слайд. Где с полосочками. Который? Ну, там я номер не запомнила. Там сок и не сок, там и полоски. И тут четко, тут же только это самое, одно значение водородного, второе, третье, четвертое, правильно? Да, первое соответствует кислому, а четвертое – щелочному. Да, вот. Значит, буферный раствор – это какие системы, которые что позволяют удерживать на одном значении? Позволяет удерживать кислотность. Ну, спросите у своего руководителя. Да, кислотность, конечно, совершенно верно, совершенно верно. То есть это буфер, а буфер что-то такое? То, что защищает от сдвигов, то или иное. Поняла, да? Да. А почему именно вишневый сок? Почему именно вишневый сок? Ну, было интересно. Просто ради любопытства, да? Это для любопытства и ради сравнения. Хорошо, молодец. Побольше любопытства. Если какой-то термин появился, сразу… А что это такое? Влезай глубже. Хорошо. Ну, все. Спасибо большое. Переходим к следующему. Меня слышно? Пока не видно. Соловьёва. Состав кумыса. Здравствуйте. Меня зовут Соловьёва Ильяна. Я хотела бы вам представить свой проект под названием исследования состава кумыса и изучения его свойств. Наш проект актуален, потому что кумыс распространён в быту у жителей Республики Саха-Якутии. Это национальный напиток якутов. Кумыс обладает выраженными лечебными свойствами, замедляет развитие рака. В народной медицине кумыс применяют при истощении и авитаминозе. Цель исследования – определить состав кумыса и его свойств. Метод исследования титрования pH-метр, определение аминокислоты методом бумажной хроматографии, определение содержания углеводов методом тонкослойной хроматографии. Перед нами стоят следующие задачи. Проанализировать литературу по теме исследования. Определить кислотность, плотность и механические примеси. Провести сравнительный анализ кумыса разных районов Якутии. Проанализировать полученные результаты, намерить перспективы дальнейших исследований. Объектами исследования нами выбрано три кумыса местного производства. Это Черопчинский реветен, город Якутска и Песлицов, и город Якутска и Пеборисов. Химический состав кумыса состоит из последующих витаминов, ферментов, минералов и веществ. Определение кислотности по титрованию. Ход работы был взят. 10 мл кумыса разбавила 20 мл дистиллированной воды. Добавили 2-3 капли фенофталиина 1%. Перемешал и добавил натрий-ОАЖ до появления междурозового оттенка. Через одну минуту цвет изменился. В состав кумыса входит кислота. Цвет исчез, потому что при взаимодействии кислоты и щелочи произошла реакция нейтрализации. Расчет кислотности. Вывод. Кислотность всех этих кумысов превышает среднюю кислотность кумыса, которая равна 60-120 Т. В пробе номер 1 кислотность равна 180. В пробе номер 2 кислотность равна 131. В пробе номер 3 – 129. В состав кумыса входит кислота. Определяем плотность по ариометру. Первая проба кумыса из Черпчинского района – 1000 г на миллилитр. Вторая проба кумыс Тунах – 1005 г на миллилитр. И третья проба – 1017 г на миллилитр. Определение плотности по pH-метру. Работу мы выполняли прибором по названию pH-метр. Ход работы. Первая проба равна 3,59 pH. Вторая проба – 3,58 pH. И третья проба – 3,52 pH. Перед нами стоит метод определения плотности, ариометр и pH-метром и выводы. Первая проба – результаты не противоречат друг другу, так как оба результаты приближены к результатам воды. Вторая проба – результаты не противоречат друг другу, как и в третьей пробе. Определяем механические примеси. Частоту кумыса от механических примесей делят на три степени. На фильтре нет грязи, на фильтре серый осадок, на фильтре грязно-серый осадок. Вывод – у наших кумысов нет механических примесей. Качественная реакция на углеводы. Ход работы. Добавили пробирку 1-2 мл кумыса и гидроцид натрия. Затем добавили 3-4 капли раствора сульфата меди и содержимое тщательно перемешали. Нагрели раствор до появления желтого остатка купру-муаж, который с течением времени превращается в осадок купру аж дважды красного цвета. Вывод. Изменение цвета говорит о том, что там содержится глюкоза. Определение содержания углеводов методом тонокослойной хроматографии. Ход работы на пластинке на расстоянии 2 см от линии карта старта аккуратно намечаем карандашом 3 точки нанесения кумыса. С помощью капилляра в отмеченные места наносим кумыс, высушиваем пятна и помещаем пластинку в хроматографическую камеру, на дне которой находится БЭВА. Проходим хроматографию до прохождения финишной черты, высушиваем и проявляем хроматограмму, опрыскиваем из пульверизатора раствором нефторизорцина и сушим в сушильном шкафу 5-10 минут для проявления пятен углеводов. Вывод. Моносахариды находились только во второй пробе кумыса из города Юкуск. Методы определения углеводов тонкослойной хроматографии и качественная реакция на углеводов. Результаты подтверждают друг друга во всех пробах. Определение аминокислоты методом бумажной хроматографии. На бумаге на расстоянии 1 см от нижнего края аккуратно намечаем карандашом точки нанесения растворов аминокислот. С помощью капилляра отмеченные места наносят равные объемы раствора аминокислоты, чтобы образовались пятна одного диаметра. После высушения пятен бумагу перемещают в хроматографическую камеру, до дне которой находится растворитель. После того, как прохождение растворителя доходит до линии фронта, хроматограмму всушим и опрыскиваем из пульверизатора 0,2%. Раствором нингидрина в ацетоне и сушим в сушильном шкафу 5-10 минут при температуре 90-100 градусов для проявления пятен аминокислоты. В выводе нами проведены химические опыты на тетровании определения кислотности ППХ метров, определения механических примесей, определения аминокислот методом бумажной хроматографии и определения содержания углеводов методом тонконслойной хроматограммы. Средняя кислотность кумыса 60-120. По тетрованию мы узнали, что наши три права превышают ее. Мы узнали по определению плотности по ариометру, что наши три кумысы сильно разбавлены водой, так как их плотность сильно приближена к плотности воды. Это определение белков мы узнали, что меньше всего белков в кумысе из города Якутска, белки ярко выражены в кумысе Тунах. Самая высокая плотность у кумысы из третьей пробы, самая низкая у кумысы из Черепчинского района. У всех кумысов первая степень частоты по механическим примесям. По определению углевода мы узнали, что углеводы находят стоков кумысы из третьей пробы. На основе этого рекомендуем употреблять кумыс для тех, у кого недостаток кислотности в организме, так как кумыс имеет высокую кислотность. Кумыс имеет первую степень по чистоте от механических примесей. Это означает, что кумыс чист от примесей. Спасибо за внимание. Спасибо. Углеводы вы определяли в образцах и нашли только в одном. Качество или полезность этих напитков, оно как связано с наличием или отсутствием углеводов? Углеводы распадаются на две молекулы моносахаридов. Является частным случаем олигосахаридов. Я имела в виду полезность напитка. Там должно быть больше углеводов или наоборот меньше или вообще не должно быть. С этим как связано? Вы рекомендуете покойку кумыс, где углеводы есть или где углеводов наоборот нет? Ну, где находятся углеводы? Ну, так кажется. Интуитивно так кажется. А углеводы это что такое? Углеводы это сложные органические соединения. Одна из основных групп углеводов. При гидролизе каждая молекула распадается на две молекулы. Ну, я это уже рассказывала. При гидролизе. Гидролизе. Все распадают сюда при гидролизе. Все подвергаются гидролизе. Ну, а по сути, вот, хоть вы и девятый класс, как кажется, да? Правильно? Да. Ну, вот как мы тут многим говорим, интересоваться нужно, залезать вглубь. А что это такое? А вот теперь, смотрите, вот так, хроматографическая камера, на дне которой находится БЭВА. Это что такое БЭВА? Ну, вот мы видим слайд. БЭВА – это… Это комплексный какой-то растворитель, скорее всего, или как? Что это такое? БЭВА – это… Оно показывает морфологические и синтетические свойства. Что так сложно? Что это такое? Это жидкое вещество или что там? Или вы готовы? БЭВА – да, это жидкое существо. Его опрыскивают, чтобы найти вещества. БЭВА – не опрыскивает. Вы опрыскивали нефторизорцином же? БЭВА – а, то есть я перепутала. БЭВА – ага. Так вот. БЭВА – а потом в камеру поместили, в камеру находится БЭВА. Вот БЭВА, что такое? БЭВА – это… Состав. Состав? Я… Я помню, мне рассказывали, но я не запомнила. Вот, а где проводили свои исследования? Записывать надо. СФО. Да, СФО. БЭВА – в лаборатории, наверное, Наталья Альбертовна. Альбертовна, да? БЭВА – да. Да. А можно вопрос? БЭВА – да. Чтобы… На крайней мере, это надо уточнить. БЭВА – а, да. Извините, Валентина Ивановна, я перебила вас, да? Задавайте… Валентина Ивановна. БЭВА – ну, все, все, все. БЭВА – да. БЭВА – да, можно ли? Там вы определяли кислотность, можно ли ту эту… Вот это? Нет. Определение. Нет, кислотность по тетрованию. Во-во-во-во. Со штативом. Вот знаете, я... Все вы тут делали правильно. Откройте сам слайд. Мне ваши фотографии не нужны. Мне нужен слайд, на котором штатив и... Во-во-во-во-во-во. Ну, тут ход работы, тут все нормально. Штатив красивый у вас. Но мне режет глаз. Вот название. Определение кислотности по тетрованию. Вот так химики не говорят. Это ты можешь подружке сказать. А здесь надо было сказать тетриметрическое определение кислотности. Понимаете? Вот грамотное, правильное это, так сказать, название. Обязательно. Вот правильно Валентина Ивановна уже вам говорила. Надо, ну как, любопытствовать. Надо соответствовать. И поэтому теперь дальше тут было взято, перемешал. Тут просто взято 10 минут. Это ход работы. Значит, в коническую колбу ввести 10 миллилитров кумыса. Разбавить 20 миллилитрами дистиллированной воды. А если 20 миллилитров, то в два раза разбавили. Понимаете? Тут у вас такой бытовой какой-то язык. Постарайтесь все-таки переходить на более научный язык. Понимаете? Хоть вы и школьница, но грамотный, красивый язык. Он сразу вашу работу делает на несколько процентов ценнее. А вот тут вот вы что, И тут я бы еще добавила, как тетрантом что является, как цвет должен измениться, чтобы не просто описание было, а чтобы и не красивая там картинка, а чтобы еще информация была. Хорошо, я учитала. Да, тут изменение цвета какое было? Розовое. Почему? Потому что в кумы сходит кислота, и тетя исчез, потому что при взаимодействии кислоты еще очень произошла реакция нейтрализации. Вот таким розовым был в начале, и через минуту он обратно применялся. Хорошо, замечательно, все правильно. А какой индикатор был? Фенофталиин. Ну, все, вопросы нет, но пожелания мои, пожалуйста, прийти, девятый класс, еще впереди целый три раза выступать. Можно к этому добавить еще по индикатору? Да. То есть вы тоже интересуетесь, как меняется структура молекулы изменений по H. От этого зависит, правильно? Да. Вернее, не при определенном, а в определенном узком интервале по H. Вот надо посмотреть, что было до, что после. В структуре молекулы. То есть не повредить, вот с этим тоже разобраться для себя. Потому что это и вам, и нам. Хорошо? Угу. Ну, все, спасибо. Все, спасибо. Следующий, пожалуйста. А вот тут вот тоже вторая проба. мне не нравится, как в ней висят картиночки. Проба 3PH равно 3,52 должно быть. Алло? Лилиана, вы слышите? Не слышу. Ладно. Вот включилась уже. Ага. Ну, там исправлений по слайдам-то, можно. Что, кто там? Следующий, пожалуйста, время идет. Борова Снежана. А, она закончила выступать, Альбина Степанова. Степанова Альбина будет, нет? Мы второй раз. Это я есть? Ага, я выступлю. Ну, кто-то уже включил. Вот, все. А тут у вас две, да, Диригорова Снежана? И Яковлева Диана. Так, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Яковлева Диана, я ученица 11 класса. Меня зовут Яковлева Снежана, я ученица 11 класса. И тема нашего доклада «Гидрохимический мониторинг воды реки Вилю». Актуальность. С 2003 года мы ведем исследование воды близлежащих озер реки Вилюй и оценим общее состояние и пригодствия их для хозяйственного питьевого пользования. Но в августе 2018 года вследствие сброса доказательного вода с дрожьих полигонов на место рождения Вилюйляхского роста был нанесен значительный урон водным эксистемам, в частности реки Ирюлях, Малой Бутовый и Вилюй. Поэтому необходимы ежегодные отслеживания экологического состояния нашей реки. Цель исследовательской работы ввести гидрохимический монитор воды реки Вилюй. Задачей изучить литературу по данной теме, освоить методы гидрохимического исследования, провести ежегодный анализ, знаменитый анализ воды, ввести социологические исследования наше население, оценить качество воды реки Вилюй, сделать выводы и внести приложение. Объект исследования вода реки Вилюй предмет исследования гидрохимического показателя воды. Для исследования мы использовали следующие методы. Турбодиметрические и визуально-калорометрические определили pH и окисляемость воды, обнаружили ионы хлора, железа, меди и сульфат ионов, а также провели анкотирование, сравнение и наблюдение. По таблице мы видим, что эргономические показатели ежегодно меняются. Определили pH ватроидный показатель. Для этого нам необходима университетная индикатор бумаги. Мы несколько капель исследовали воды, накапали на бумагу и подождали несколько минут. В итоге бумага приобрела желтый свет. На графике видно, что в предыдущие годы окисляемость воды в норме. Ну, в пределах нормы. Ну, а последние два года не имеют нормы. Ну, как-то так. Определили окисляемость воды. В 5 мл исследуемой воды мы перелили 0,3 раствора сельной кислоты и 0,5 мл раствора перманганата калия. Перемешали и оставили на 20 минут. По нормативу должно быть не более 5 мг на литр. Но по фото мы видим, что у нас выпал очень мотный свет. И это означает, что в воде реке Волю последние три года окисляемость превышена. Ионы железа в дни аварии. В дни аварии с 23 августа по 3 сентября наша школьная лаборатория провела анализы воды каждый день. Как видно на графике, превышение предельно допустимой концентрации ионов железа составляет 4 мг на литр. Превышение ВДГ на 13 раз снилось за 15 дней до 0,6 мг на литр. А также проверили реакцию на ионы железа. Предельно допустимая концентрация общего железа в воде и водоемах и питьевой воды должно состоять не более 0,3 мг на литр. Но у нас наблюдается превышение ВДГ ионов железа за последние годы. Также определили ионы хлора. В чистую пробирку наливаем 2-3 мл истиленов воды пробирку номер один. Затем добавляем 5 капель нитрата серебра 2% и тщательно перемешать раствор. К выводу раствор изменился. Выпал мутный белый садок. Это свидетельствует о присутствии ионов хлора. Как видно на фотографии. Определили ионы меди. По растворам мяка нам не удалось обнаружить медь, но по методу бумажной хроматографии нам удалось обнаружить хроматограммы, в которых ионы меди окрашены бурым цветом. Также мы провели социологический опрос населения в виде анкеты. В анкетировании принимали 100 человек. Данные показали, что некоторые жители берут воду для питья из-за кивилюй летом, а зимой лед. Все опросы указывают на удовлетворительное состояние качества питьевой воды. Причина отмечает на закоснение альмаза добывающей промышленности, а также на несоблюдение санитарно-гигиеническими требованиями самими жителями. Также в анкетах заносятся болезни, которые страдают анкетированной и их схеме. Среди указанных болезней есть желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые, мочеводелительные системы и остеохондроз. После проведения исследований мы пришли к такому выводу. Данные работы – результат научных исследований с 2003 по 2020 год. Но многолетние исследования показали, что состояние воды за годы наблюдений ухудшается. Это показывает результаты химических исследований. На диаграммах видны, что водородные показатели воды в период идущие годы соответствовали норме, а показатели последних лет не отвечают требованиям. Отмечается постоянное повышение содержания ионов релиза. Провели качественное определение хлоридов. Повышенное содержание хлоридов в воде отмечается во время аварии. Ионы меди отсутствуют во всех образцах воды. Но хроматографическим методом нам удалось обнаружить ионы меди, которые окрашены бурым цветом. На химический состав реки сильно влияет алмазодобывающая промышленность. Провели социологические исследования жителей. Анкетирование показало, что большинство жителей берут воду и лед для питья из реки. Жители не удовлетворяют качество питьевой воды. Причину загрязнения отмечают на несоблюдении санитарно-гигиеническим требованиям животноводческих отходов, жалостей на заболевания и жилеточного кишечного тракта. Также мы рекомендуем воду из реки в люне пить. В данное время ученый Конг обнаруживает спиртовый эфир, различные павы, поощрение содержания железа, меди, алюминий в воде, рыбы с патологией и токсичные соли в пойменных почвах. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Вопросы, пожалуйста. У меня есть вопрос. Важно, да? Вопросы? У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Нет, они же выступили вместо меня. Ну, потом ты будешь. Что такое павы? Я преподавать битву, можно? Что? Простите, еще раз повторюсь. А, ну, задаю они вопросы, я думала, что... Ладно. А, кто-то спрашивал про павы. Павы – это помощи средства, которые... Алмазы – это по вашей промышленности, также сами жители населения. Ну, как бы сказать, выбрасывали отходы в реку. Ну, и из этого такие пенки... Ну, вот она видна на фотографии, что пена – это мощь средства. А как он расшифруется? А как он расшифруется? Расшифруется? То есть павы? Павы – это же аббревиатура, расшифруйте. Да. Где находится пена вот эта, по сравнению с голодью? На дне, на поверхности? На поверхности снести воды. А значит, не отверстили. Павы – это поверхностно-активные вещества. Да. Да. А вот в производстве, в предобучи пав, почему используют? Почему появляются? Нет, почему, где, для чего используют пав, поверхностно-активные вещества, при добыче алмазов. Для обнаружения растворимости катионов и железа, железа и соляной кислоты. Ну… Что-то не то. По содержанию железа можно уточнить. Вы сказали, что постоянно повышается содержание железа. Когда вы показывали, ну, диаграмму или график изменения концентрации железа в период, когда было изливание аварийное и так далее, вроде там нет такого. Вот где у вас график? На восьмом слайде. На восьмом слайде. А это что? Это… В дни аварии, вот видите, что, да? Да. Вы сказали, что четыре – это ПДК. То есть ПДК, ну, равно ПДК, только вот вторая точка по значению. Остальное все ниже существенно. А диаграмма, которую вы показали перед этим, это что? Это вот в период аварии, да? Да, в период аварии. А вот предыдущую, на что вы указывали перед этим, диаграмму покажите. Вот эту? Нет, нет, какую-то другую. Вот, вы сказали, вот повышается. Где там железо повышается? После восьмого где-то. Вот это, да? Да. Так, превышение ПДК, так мелко все, очень. А это в какой период? А по годам, да? С 2017-го, ну, в начале аварии. А в какой период? В начале аварии, в 2018-м году, в августе. В августе. Угу. Так, а значений-то не видно все-таки? Там, вот максимальное значение-то какое? Максимальное. 0,8. 0,8 против 0,4, да? Да. Вот надо 0,4 линию показать, ну и вообще покрупнее эти цифры все показывать. Чтобы не ждать от вас разъяснений, а самим все видеть. По годам, ясно. Ну, то есть железо все-таки с аварией связано, нет? Связано. Прямо-таки связано. А в период аварии вы показываете ниже ПДК значение. Ну, ладно, спасибо. Угу, все. Спасибо большое за доклад. Если нет вопросов, следующий, пожалуйста. Вопросов нет. Так, следующий, следующий, следующий. ПДК и это не поняла. В период аварии там все в пределах ПДК. Ничего не поняла. Так, ладно. Следующий. Степана Ларбина же была, куда делась-то? Нету ее. Сейчас Егорова Снежана выступала. Ну, вроде бы хотела там вломиться во время выступлений. Куда пропала-то? Альбина там выскакивала. Васюченко будет, или же Степанова? Или же Степанова? Ребята, давайте, а, скорее. Так, ну, кто бы считать-то? Степановой не было. Теперь Васютенко, Валерия. Фамилия. Ну, что, фамилия Васютенко тоже отсутствует? Бурцева Ольга. Ну, Чурукова-то уже выступала же? Угу. Молоко. Да, вот есть. Молоко. Молочный. Так. Самсонова Марья Анна. Есть? Вот тут вот есть. Была. Вот она. Не слышно? Да, слышно. Сейчас. Сейчас, минуточку. Ура Марья Анна. Батазай, гусы. Как для липоти. А, да. Ось, я удаю. Девятый класс. Опа. Так. Косметические средства. Добрый день, уважаемые эксперты и участники научно-практической конференции. Я, Мириана Самсонова, ученица девятого класса Батакайской СОЖ имени Николая Николаевича Тарского. Тема моего доклада «Косметические средства на основе молочной сыворотки». Выбирая эту тему, поставила цель – придумать оригинальный рецепт дешевого, но качественного косметического средства для оздоровления кожи лица. Многие наши женщины вынуждены отказаться от дорогой косметики, чтобы сэкономить в семейном бюджете и не подозревают, сколько полезных нейтральных продуктов имеется в любой кухне, причем в виде пищевых отходов. Итак, молочная сыворотка – основа будущей косметики. Ее можно получить двумя способами – термической обработкой и замораживанием простокваши. Работая над данной темой, второй год. Гипотеза исследований. Витамин С, задержащийся в молочной сыворотке, усилит образование коллагена и гиалуроновой кислоты в коже человека, способствуя тем самым ее омоложению и регенерации. Чтобы увеличить этот эффект, в первый год исследования комбинировала сыворотку с пророщенной пшеницей, а во второй год – с картофельными очистками. В научно-популярной литературе в интернете среди многочисленных рецептов сочетаний молочная сыворотка плюс пророщенная пшеница и молочная сыворотка плюс картофельная кожура не встретила. Провела несколько серий ядометрического титрования витамина С в молочной сыворотке, также сочетая ее с пророщенной пшеницей и с картофельной кожурой. Результаты титрования показывают, что по органолептическим свойствам и содержанию витамина С для сырья подходит сыворотка, полученная холодным способом. В сыворотках с пророщенной пшеницей и картофельной кожурой содержание витамина С возрастает. При этом наибольшее увлечение наблюдается сочетание молочной сыворотки плюс кожура домашнего сырья сырого картофеля. В комбинации молочная сыворотка плюс кожура сырого привозного картофеля содержание витамина С даже уменьшается. Наиболее приемлемым в наших условиях оказалось приготовление кубика льда из молочной сыворотки, сочетая ее с кожурой сырого домашнего картофеля. Естественный холод позволяет нам получить омолаживающие льдинки самым дешевым способом и в неограниченном количестве. Апробации косметических льдинок с пророщенной пшеницей проводили на 9 женщинах с пожилого возраста. Косметические льдинки с картофельной кожурой протестировали на 5 подростков с проблемной кожей. После одномесячного применения в уходе за кожей лица омолаживающих льдинок предложили по 5-бальной шкале оценить такие действия молочной сыворотки, как увлажнение, смягчение, тонизирующий эффект, разглаживание кожи, заживление ран, улучшение цвета лица. Результаты следующие. Льдинки хорошо увлажняют, тонизируют, разглаживают, улучшают цвет лица, обладают ранозаживляющим эффектом. Проделанная работа позволяет делать следующие выводы и рекомендации. Первое. В состав молочной сыворотки входит более 200 биологически активных веществ, питательных элементов и витаминов. Второе. Молочная сыворотка в сочетании с пророщенной пшеницей омолаживает кожу, а с картофельной кожурой обладает лечебными свойствами. Третье. Молочная сыворотка может стать выгодным сырьевым продуктом для индивидуальных предпринимателей, хозяйств, аграрных комплексов, занимающихся переработкой молока. В этом заключается практическая значимость моей работы. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. У меня есть вопрос. Пожалуйста. А переохлаждение не влияет пагубно на свойства сыворотки молочной? Когда мы выносим на холод омолаживающий льдинки, он сохраняет витамин С. Только витамин С. А? Только витамин С. Да. Хорошо. Можно сюда же, к этим льдинкам. А, в общем-то, льдинки же могут и какое-то действие оказывать. Как таковые просто. Потому что они... Вот вы про льдинки же говорили в конечном итоге, правда? Да. Замораживали, получали льдиночки. Потом этими льдинками можно пользоваться. Эффекты впечатляющие весьма. Может, там просто температурное влияние какое-то? Плюс ко всему... Влияние температуры этих кубиков, оно ведь тоже очевидно. Вы обратили на это внимание? На влияние температуры кубиков. Они же холодные, вытащили из холодильника мерзлую льдинку. Температура между льдинкой и кожей, температурой кожи, разница же есть. Согласна, Мария Анна? Да. Ну, том льдин... Мугнан срайган в торбалланге, да? Ага. Вот. А это полезно или не полезно? Полезно. А в чем польза? Почему? Омолаживающие льдинки тонизируют, увлажняют, содержат витамин С, устраняют морщинки, улучшают цвет лица. Ну, это мы слышали. А вот на вопрос, Валентина Ивановна, мне кажется, вы еще не ответили. Да, Валентина Ивановна? Да. А можете еще повторить, пожалуйста? Ну, у меня вот что-то неустойчивый интернет. Значит, льдинки вы используете, так? Вот как Ольга Николаевна сказала, температура льдинок низкая, а кожа высокая, так? Затем после этого вы убираете это воздействие, просто температурное воздействие. Оно же тоже может влиять на обмен веществ? Так ведь? Ольга Николаевна, может быть, у вас лучше работает? Может, меня не слышно? Ну, я не знаю. Вроде бы, Марьяна... Влияет, но с льдинками лучше. Льдинками лучше. А эти льдинки ты в чем замораживала? В специальных пакетиках, да, видимо? Нет, а в формах. А в формах, ну пусть в формах. А вот это коричневое, это что такое? Это чешуя картошки? Это пророщенная фармца. А, пророщенная что? Пророщенная пшеница. Пшеница. А, пророщенная пшеница, понятно. Нет, просто тут, Марьяна, эксперты спрашивали, и ты немножко не ответила на этот вопрос. Не только же биологически активные вещества вот в этих твоих средствах, но и сами льдинки, лед. Вот, ведь это же известный факт. Специально говорят о том, что вот ромашку, пожалуйста, заморозьте в холодильнике, приложите там кожи лица. Точно такой же метод, просто ты должна знать еще об этом. И отвечать на вопросы, что не только биологически. Почему нет, и температура действует. Но еще и температура. Причем, томбулы холодные увеличиваются. Раздоровление при закаливании, оно же так же осуществляется. Низкая температура, высокая, да, вот так вот, низкая, высокая. А здесь, по-моему, еще более сильное влияние, температурное. Просто нужно вам, Марьяна, это знать. Следующий ответ. Так что, это посмотрите, по-моему. Да, да, интересно. Хорошо? Дальше, что-то в руки. А вот от Ивановой Ювеналии вопрос. Как впитывается сыворотка, спрашивает девушка. Что? Можно еще, пожалуйста? Девушка спрашивает, как впитывается сыворотка? На холоде. Хорошо увлажняет. Хорошо увлажняет. Кожа лица. Ладно. Мы тоже есть вопрос. А эти льдинки используют до, там, а когда используют? После крема, до крема или вообще до очищения кожи? После очищения кожи. Окей. Ну все, спасибо. Давайте следующий доклад. Так, следующий у нас. Кто следующий-то? Филиппова Юлия. Филиппова Юлия у нас есть? Она, экран включила, она есть. Так, а сама где? Что-то прямо у нас совсем зависает. Устал уже интернет. Так, ну вот, девушка, тема проекта. Определение содержания витамина С. Филиппова Юлия. Так, спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, Юля, давай. Меня слышно? Да. Юлия, начинайте, пожалуйста. Да, да, да. И видно, если... Здравствуйте, Филиппова Юлия, ученица 9 класса, МОБУСО школа номер 7 города Якутска. Тема проекта – определение содержания витамина С в натуральных соках и овощах медиадометрии в условиях школьной лаборатории. Актуальностью работы является то, что иммунная система защищает организм от воздействия внешних неблагоприятных факторов против агрессивной действия бактерий, грибков, вирусов. Это мы стали еще больше осознавать с последними событиями в мире, связанными с пандемией. Цель нашей работы – определение наличия витамина С в отдельных овощах и в натуральных соках медиадометрии в школьной лаборатории. Экспериментальным путем выявить содержание в ней наибольшего количества витамина С в овощах и в натуральных соках медиадометрии. Сравнить содержание витамина С в консервированных фруктовых соках и в натуральных и свежеприготовленных соках, которые вели опрос Ампету. Гипотеза. Если выяснить, в каких овощах и вирусах содержится наибольшее количество витамина С, то их можно рекомендовать для регулярного потребления. Меды исследования являются едометрия и титрование. Эксперименты по определению витамина С в натуральных овощах и в продуктах. Определение витамина С в свежевыжатом соке красной смородины. Взято 20 мл отжатого сока красной смородины и разбавляя его водой до объема 100 мл. Добавлено 1 мл крахмального клейстера. Добавлено по каплям 5% раствор йода до появления устойчивого синего окрашивания, неизбежающего в течение 10-15 секунд. И выявили, что в 20 мл отжатого сока красной смородины содержится 87,5 мг витамина С. Динамика проявления предполагаемых признаков, характеризующих недостаточность витамина получающихся, что повышенная витамина у 14 детей, волнение и неврозность у 6, депрессия у 1, кожные заболевания у 12, потеря внимания у 2, снижение у 18. Выводы. Витамин С играет большую роль для полноценной жизни человека, накапливается он во многих растениях. Хермическая обработка значительно снижает содержание витамина С. Метод китометрии позволяет определять содержание витамина С в продуктах питания и свежих продуктов питания. Наибольшее количество витамина С содержится в соке ягод красной смородины 87,5 мг и шиповнике 62,5 мг, бруснике 36,2 мг, капусте 7,5 мг. В ходе исследования мы установили, что образцы соков содержат витамин С, а значит они являются витаминизированными напитками. Из результатов исследования видно, что различные торговые марки соков содержат разное количество витамина С. Большое содержание выявлено в апельсиновом соке торговой марки сады придонья, а меньшие в соке да. Витамин С – это незаменимый витамин для жизнедеятельности организма, который сам в организме не синтезируется, он должен поступать с пищей, желательно больше употреблять сырых фруктов и овощей, пить витаминизированные напитки, принимать синтетические витаминизированные препараты. В рационе должны присутствовать сладкий красный перец, капуста, шиповник, соки. Используя данные исследования, мы провели беседу для учащихся 5-8 классов, планируем рассказать о здоровом образе жизни родителям. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, у меня есть. А вы участвовали свежесть витамина С? Потому что витамина С окисляется на воздухе. И чем дольше он на воздухе, тем меньше витамина С в продукте. Спасибо. Вы учитывали это? Ну, Юля, скажите, что это был сразу, вот отжали сок и сразу вы определяли витамин? Или какое-то время вы этот сок держали где-то при каких-то условиях? В магазин? А магазинские ясно и понятно, что там. Сроки тоже определенные. Вы смотрели на это? На влияние сроков? Юля, вы слышите? По-моему, не слышит. Никакой реакции. Юля? У нее демонстрация не работает. Вот. Юля? Слышно нас или нет? Слышишь или нет? Да, слышу. Вопрос был в том, что это самое, что витамин С, он окисляется. И чем дольше вы соки будете хранить где-то, то, естественно, там содержание его уменьшится. Вы на это обращали внимание? Юля? Да. Да? А как это? Как это вы обращались? Ну, ответьте на методику тогда, расскажите. Хранили вы этот сок или нет? Да, хранили. Где? И сколько дней? В холодильнике. В холодильнике? В холодильнике? Один день. После этого только определяли содержание витамина С? После того, как выдержали в холодильнике? Так или нет? Да. Да. То есть абсолютно все соки вы выдержали, все соки в течение суток в холодильнике, потом определяли? Да. Да? Окей, это ответ. Маша написана свежевыжатая, моя свежевыжатая, я понимаю, вот выжили и сразу сделали. Без хранения. Да. А, то есть мы сразу все сделали. Ну, а что ты говоришь, в холодильнике хранили сутки? Ну, хорошо, ладно, на это не обращали внимания. Не хранили в холодильнике. Явно не обращали внимания. А соки они хранили. Наверное, покупные соки хранили в холодильнике, видать. Я так понимаю. Так, теперь вот недавно только была работа, Юля, слушай. По витаминам С, по витамину определения содержания. Там тоже шиповник, тот же, та же красная смородина, черная брусника. Так там содержание больше всего в шиповнике. А у вас получилось в красной смородине. Чем вы можете объяснить такое расхождение? Видите? В соке красной смородины больше, чем в шиповнике. А до этого была работа в шиповнике больше, чем в красной. А шиповник старый был? Шиповник старый был? Ну, как-то это соизмеряется с литературными данными. Ведь витамин С много изучали, содержание витамина в разных ягодах, плодах и так далее. Вы анализировали литературные данные? Где больше? Шиповник или смородинь по литературе? Шиповник. А у вас наоборот получилось? Она говорит, шиповник старый был. Так, есть вопросы? По-моему, нет. Спасибо. Есть вопросы? Есть, да? Нет. Тогда следующий доклад, потому что у нас три доклада осталось. Я почему гоню? Потому что Милана Егоровна, организаторы, сказали, ну, можно посидеть. Я хочу всех прогнать, если они есть. Потому что из-за трех работ опять в девять приходить совсем вот. Нехорошо это. Есть у нас три выступающих, которые заявили себе? Или список у нас исчерпан? Александр? Можно я выступлю? Так, давайте. Так, кто? Угу. Степанова, да? Скоричу. Ага. Представьтесь. Подождите. А, Степанова. Альбина Степанова, что ли? А, включена, да? Показывается. Ну, показывайте. Очень мелко. Почему вы так променяете это? Почему вы не умножаете? О чем мне ждать? Демонстрацию экрана включайте. Зачем вот эту мелочь-то показывать? У вас нормально, а у нас ненормально. Ну, мы, конечно, сегодня... А, вот, нормально. Нормально. Ага. Так, раз. Показывается, да? Остановили мы. Из-за. Ну, что ж. Здравствуйте. Меня зовут Степанова Альбина. Я хочу представить вам наш проект на тему выделения бетулина из бересты и березы по вислу и произрастающей на территории Нюрбинского района. Ну, в последующем я буду говорить только об этой березе. Так что не вижу смысла, проговаривая полное название. Ну, сначала я хотела... Вообще проект для меня был больше выкручиваем. Имеющий брутоформулу С30-H50-O2. Он содержится в большом количестве, больше в растительных... Ой, в растениях. Методы исследования – это наблюдение, описание, экспериментальный метод и сравнительный анализ полученных результатов. Научная новизна заключается в выделении бетулина из бересты и березы. А практическая значимость же заключается в применении полученных результатов ледования для дальнейшего ледования его же свойств. Вообще у бетулина очень много полезных свойств, но только в последнее время выросла заинтересованность в этом продукте. Больше я хотела бы выделить такие свойства, как антисептические, ранозаживляющие и антиоксидантные, иммуностимулирующие. Такие свойства актуальны в наше время, во время пандемии. И оборудование и реактивы, которые мы во время эксперимента. Это колбана 500 мл с обратным холодильником, мерный стакан 50 мл, баня, аналитические весы, стеклянные палочки, пипетки 2, 5 и 10 мл и воронка. Реактивы же это этиловый спирт 96%, калий, OH и дистиллированная вода. Методика выполнения исследования такова. Исследуемые образцы мы взвесили объемом 500 мл, который мы снабдили обратным холодильником, поместили 5 грамм воздушно-сухой бересты. Добавили 150 мл 96% этилового спирта и раствор щелочи, который мы приготовили заранее. Этот раствор состоит из 9 грамм калия OH и 35 мл воды. При нагревании коры происходит саблимация. После кипячения эту массу мы отфильтровывали от остатков бересты и полученный фильтр оставили на ночь для кристаллизации. И промыли дистиллированной водой до нейтральной реакции, которую мы определяли по лакмусовой бумаге раз за разом. Вот полученные образцы. И выводы это, во-первых, анализ научной литературы показал, что битулин по сравнению с другими препаратами не так и не имеют побочных эффектов. Второй вывод производитель при помощи органического растворителя. Из 5 грамм получается примерно 1,5-2 грамма порошка. И третье – это произрастание и возраст березы имеют большое влияние на выход продукта. Как раз интересная тема. Вопросы, пожалуйста. У меня есть. Пожалуйста. Березы чем моложе или чем старше, лучше битулин выделяет? Чем моложе, тем... Но это довольно-таки сомнительный ответ, поскольку мы не смогли изучить это досконально, поскольку у нас нет хрономатографа, чтобы определить такие возраст, да, дерево на выход продукта. Так, а у меня вопрос следующий. А, да, имеет. Имеет. Вы знакомы с работами Кершенгольца Бориса Моисеевича? Когда вы... У вас же там стоит задача анализ литературы. Знакомы? Да. Наверное, поскольку я уже не помню имена авторов. Таких я и не помню, да, из серии. Так, вот у него как раз последняя работа очень интересная, связанная с тем, что они разработали уже препарат, который испытали на ковидных больных. И результат получился очень хороший. Особенно для тех больных, которые переболели и находятся в стадии ремиссии. Так, у них срок вот этой стадии, он гораздо уменьшился. Вот как раз они препарат назвали бетуклодзин, содержащий бетулин. Не слышали? Альбина? Альбина? Нет. Ну, просто я советую обратить внимание, потому что тема-то очень интересная. И в дальнейшем, если вы 11 класс, кто будет продолжать за вами, вот обратите внимание на эти вещи. И там не только кремы или антисептические вещества можно делать, а принимают прямо вовнутрь. Так, есть вопросы еще? Нету, спасибо. Так, Александр Михайлович, кто у нас там еще остался? Бурцева осталась. Да? Уже не слушали? По моим записям там должно быть еще две работы. Бурцева, Васютенко мы не слушали. Бурцева, Санктонова, Филиппову послушали уже. А Егорову Снежанову... Бурцева есть? Слушали мы? Егорову слушали, ага. Яковлева, Егорова. Тричьи фамилии Бурцева и Васютенко. Да, вот Васютенко и Бурцева остались. А Санксона вы послушали, да, уже? Послушали. Хорошо. Двое остались. Смотри по участникам. Мы 30 человек уже прослушали. Мы 31 прослушали, двое осталось. В участниках Бурцева, Санксона и Васютенко. Есть такие? Нету, не вижу я почему-то. В участниках не сидят? 30 мы прослушали. Да, Ольга Николаевна. У меня 30 получается. Нет, 31. 31. У меня в чем-то записи. Ждем, получается. Ну, хорошо, ладно. Значит, если нету, то нет, что делать. Значит, я попрошу тогда участников выйти из конференции. А сейчас я буду делать объявления экспертов. А экспертов нас мало. Всем до свидания. Всем спасибо. Либо завтра придется работать из-за этой двойки. Филиппова, Самсонова. Поживее. До свидания. Самсонова. Так, ну, у нас юниоры, они уже закончили давным-давно, естественно, так? Значит, у нас вот двое, к сожалению. И там вот на совещании председателя как раз говорилось о том, что все-все-все дети, которые заявили себя, должны быть прослушаны. А на них выйти нигде, может, они не будут? Ну, это надо мне вот после совещания нашего отправить Милане Егоровне, уже эти две фамилии, чтобы связался штаб или кто там, где они и почему их не было сегодня. Так? Ну, не будет и не будет, ладно. Значит, дальше мы должны делать таким образом, чтобы у нас была единая картина, да? Значит, мы должны 45% из тех, кого мы послушали, если будет 31, ну, тут я уменьшу, я рассчитывала на 33 человека. 45% – это 15 человек мы должны наградить из того, что мы сегодня прослушали. Ну, половина почти, да? Значит, однако вот один лауреат будет у нас, и дальше уже, ну, сами судите по работам, будут дипломы первой степени, дипломы второй степени, ну, и дипломы четвертой степени, и сделаем побольше. Один лауреат, поэтому я предлагаю, ну, сейчас уже 5 часов, сейчас мы голову себе ломать не будем, тем более, может быть, завтра еще двое появится, я не знаю. Ольга Николаевна, вы завтра не присутствуете же, да? Нет. Вот, поэтому, значит, ну, свои соображения можете мне отправить по оценкам. Оценки, там самая большая четверка, да? От нуля до четырех. Ну, так, чтобы лауреат у нас имел хорошее, причем должен быть такой товарищ, которого мы пошлем дальше, и, кстати, завтра об этом мы будем обсуждать. Очень много конференций, куда мы должны вот этих наших участников заявить тоже. Я прошу прощения, можно я маленечко внедрюсь, а? Почему? Можно я внедрюсь в вашу информацию? Так. Вот, когда я получила вот эти все ссылки, я вошла в Ютуб, послушала доклад этого Соколова, который Сокаяна выполнял работу. Да, да. И рядом со мной сидела Накинькин Накиньевич и говорит, как вот здорово рассказывает. И я говорю, сколько материала, а кто руководитель, кто себя стал расспрашивать? И говорит, между прочим, говорит, ситуация, говорит, может быть и весьма опасной. Почему? Потому что, если вот эти материалы выложены, мальчик куда-то пойдет дальше, да, то работа получается как бы его, и это для Сокаяна может очень плохо быть, последствия могут быть. Ее могут обвинить в агиате. Он с такой ситуацией столкнулся, когда бывшая наша студентка-биолог была руководителем магистранта, и в его министерскую диссертацию она дала свои результаты. Стала представлять свою работу, а ее обвинили в агиате и защиты не допустили. И поэтому она все бросила и ушла совершенно в другую плоскость. Ну, конечно, Иннокентий Иннокентий, он собаку съел на всяких нюансах опасных и прочих, как председатель диссовета, он это все знает, понимает. Ну, просто я хочу вот из тех работ, которые вот лично мое мнение прослушали, мне больше всего эта работа поднялась. Это Соколова, да? Соколова. На английском языке я просто поразилась. Я бы так не выступила как-то. Я ничего против его языка не имею. Просто, вы понимаете, в глаза бросается такой океан работы, что диссертации некоторых блекнет. Это мое мнение. Вот. Ну, мальчик-то яркий, конечно, он говорит, он очень свободно общается. И вот какова его... Ну, я не мне оценивать его, так сказать, вклад личный, что он как в этом разбирается. Ну, просто вот, чтобы состояние... Нет, он очень хорошо разбирается. Я просто вспоминаю те работы, которые... До этого у нас были лауреаты, много работ по коллагену было, помните, да? Да, да, да. Там тоже Петрова хорошо так поработала, имея в виду, что отдала много чего. А до этого были работы Аншаковой, как вы помните, тоже по лишайникам, да? И эти дети, чем это хорошо? Они, значит, все становились там лауреатами. А это вот всегда плюс для нашей конференции. Это прекрасно, я понимаю. Мне просто... Я совершенно не против мальчика. Я просто хочу, чтобы вот на будущее для Сахаяна, как это сказать... Не навредило. Да, да. А то выйдет, а ей скажет, все, гуляй, и что делать? Нет, у Сахаяны столько всего, что... Это малая толика. Малая толика. У нее диссертация вот просто там, я хочу половину уже, ну, не знаю, убрать отсюда. Она много работает, у нее очень много интересных данных. Ну, может быть, может быть. Неординарные такие вещи. Ради Бога. Просто, чтобы ей не навредить. Все. Больше меня нет. Все понятно. А Мальчик яркий. Ну, слава богу. Откуда он вообще сам-то? Он из Сунца. Сунц. Я поняла, что он из Сунца. А туда он откуда? Вот из какой школы он туда прибыл, я не могу сказать. Городской, да? Городской парень, ага. Ну, прям такой, ага. Ну, все понятно. Так, поэтому я сейчас не буду обсуждать. Вот вам назвала одного парня для, как лауреата. Это первые и вторые и третьи степени. Давайте обсудим завтра. Согласна с этим? А сколько первых, вторых, третьих, четвертых? Ну, в зависимости от того, придут эти двое или не придут. Я же рассчитывала на 33 человека. А во сколько завтра вы хотите, Айталия Миссионовна? Я хочу в 10, не хочу в 9, например. Но если дети придут... А, я Милане сейчас напишу, что мы на нашей секции химические науки старшая группа начнет в 10. Только из-за них. Ладно, тогда я завтра зайду. Зайдите, пожалуйста, ладно? Я зайду, зайду. Спасибо большое. Тогда, Валентина Ивановна, у нас уменьшится, будет, например, 13. Ну, значит, тогда я убираю там... По два будет первой степени, два первой степени, например, 4 второй, ну и 6 третий степень. Вот так. А четвертую вы называли? Четвертой не было. В пятвертой степени вы сказали побольше. А, это третьей степени побольше. А, может, есть и четвертой. Я даже... Ну, Сахаяна вроде бы писала, что нет в этом году. Так, а лауреатство считается в этом количестве? Да, в нашем списке считается. 13 тогда в сумме. Ну, в сумме 13, да. Хорошо. Может еще и изменится, не знаю. Ну, понятно. Поэтому всем спасибо за работу. И завтра в 10 попрошу, значит, тоже включиться. Если эти не придут, то только обсудим это места и рекомендации на конференции. Ясно. Тоже посмотрите. Домашнюю работу даю вам. Хорошо. Залезьте в рекомендации, какие есть конференции и кого куда приблизно. Ясно. Саша. Завтра быстрее. Саша. Да. Саша. Вот видишь, какой у меня фон? Да. Да. Как мне его убрать? Там нужно в настройках зайти. В самом начале? Да, вот. Где вот первоначальный экран. Туда на право вверх зайти. Ну, вот я там и зашла, взяла, изменила. Теперь сижу в кустиках. Никто меня не видит. Где-то не видели. Я говорю, не обращайте внимания, да я экспериментирую. Настройки видео, и там нужно будет исправить. Саша, а ты мне сделал ноутбук? А, нет, я еще, извините, еще не приступил пока. Не приступал? Да. Ага. Ну, ладно, приступишь. Приступишь, видать. Какие выходные? Сейчас уже выходные. Сегодня-завтра. Сегодня-завтра. Сегодня-завтра-выходной. Они будут зубиты. Ну, все, дорогие мои, до свидания. Не забывай, Саша, меня. Ну, ладно, все. До свидания. До свидания. До свидания. Так.